да всем еще раз здрасте меня зовут все еще илья ник господин дайдара вот если что дайдара это вот этот парень из аниме наруто вот поэтому никнейм это вот его имя вот давайте приступать к третьей га-месорубки которая очень интересно называется шестое чувство вот первая мысль при виде такого названия наверное кто-то из красных без аргументов заголосовал какого-то черного либо услышал и на это намек либо черные шериф убили в 0 5 вот кстати чтобы стрим был больше красивый я постарался вот всеми доступными способами нашел грамотку грамотка будет стоять вот и чтобы стрим был полезный тоже вас забочусь скорбинку поставлю все погнали раз главное не с контроля Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, город. У меня посыл на эту игру и мое личное предчувствие. Нам нужен сухарь, ребята. Вадим, не надо смотреть речи красного игрока, послушай его. Я тебе буду более полезен, чем они. Смотри, в этой игре. Я черный, хорошо. Хочется сухаря. Мне кажется, у нас такое настроение на курилке. Мне кажется, если сейчас выиграют красные сухаря, да, за черных немножко обидно будет мне, конечно. Но зато 7 красных мы будем в хорошем настроении шутить, а не просто обсуждать, кто игру проиграл. По ночным мыслям. Передаю привет госпоже Боне, которая сейчас в Дубаях в Чили спихает. Надеюсь, да, скоро ты вернешься на канал, все тебя ждут. Лично я. Так, была мысль про игру «Длина волны», Вадим. Ты же «Длину волны» играл когда-то, да. И, короче, я ночью пытался представить, ну, кто не знает, «Длина волны» — это игра, где есть две ассоциации, например, там, высокий и низкий. Типа, и тебе надо угадать точную цифру от нуля до ста. Типа, да. Вот я думал, как можно делать красный и черный, типа, от нуля до ста, но я не придумал. У меня ассоциации с красным игроком. У меня ассоциации только Настя на платье. То есть я вот... Настя на платье по шкале от нуля до ста, ребят, давайте. Так. Из мыслей. Ну, я буду стараться анализировать речи, говорить, как я бы говорил красным и... Ну, типа, искать черных, получается, и искать шерифа. Вот. Мне кажется, не шериф господин Архи, игрок номер шесть. Он в прошлой игре был шерифом, проиграл в угадайке. Вот. Чуть-чуть поругался на писателя. Не сильно, но чуть-чуть поругался. И в этой игре в ноль что-то улыбался, там, спрашивал у игрока семь или восемь, что-то. Вот. Мне кажется, по такой невнимательности и веселости шесть не шериф. Вот. По речи господина Архи. Ну, он нормальную речь сказал в прошлой игре, был черным на первом слоте. Сейчас... Так. Ну, у него три составляющих в речи было. Первое, это давайте в сухарь сыграем. Вот. Он этому солил 30 секунд. После этого на привет госпожа Бонни резко отошел. И после этого про игру, вот этот высокий низкий от 0 до 100. Ничего не придумал. Думал про платье Криса, тоже ничего не придумал. Вроде три мысли. Но какие-то они не связаны между собой. Вот. Привет Бонни внезапный. Потом ничего не продумал про вот это платье. То есть я не могу назвать красным игроком. Я его с первым бы не сыграл. Потому что, если бы он придумал реально вот это, подвязал под свою игру от 0 до 100, платье, как-то это разукрутил, то было бы прикольно. Тогда бы можно было сыграть. Поскольку таких глубоких именно мыслей жестко красных не было, то прям красным не посчитаю. Вот. Не знаю. Либо можно сказать, что послушаем на попиле, либо там аккуратно сыграть. Но то, что три какие-то несвязанные, обрывистые мысли было, и они были недодуманы, это мне не очень понравилось. Как минута. Да, добро, рода, город. Приветствую всех на очередной игре. Вот. У меня будет простой посыл. Мы первую группу играли красными. У нас умер шериф. И мне кажется, это внесло, ну, большой, большой план по поводу черных. Поэтому просьба шерифу обязательно прятаться. Можно говорить о себе в третьем лице. Показывать какие-то проверки, вот прям косить на полную катушку. Как ты сейчас. Все может быть вообще изи. Просто вскроюсь, вскроюсь просто. Никто меня не в со мной говорит. И если вдруг так окажется, что я не шериф, вдруг так окажется, не надо обязательно думать, что я скрываюсь против вас, если вы шериф. И против прислушиваться, я выставляю один. Артур, хочу, чтобы ты поговорил обязательно со мной. Я, в первую очередь, я попал в черного игрока, который самый блудоизной. Я постараюсь, у меня вот моя специализация на красной карте, это вот когда все играют с каким-то черным, самый такой, значит, третий, который самый опасный. Вот я за ним сразу иду. Поперек головы со салью. Поэтому я буду в него целиться. С одним играю, текст хороший. Лично мне понравился, вот, по поводу сухой красной победы. Там вот эти все, ну, приветики, такая теплая, вот эта вся история. Нормально, пока играю. Мя, игрок. Горячий господин Тихо Закатов всегда замечательный, вот. Я бы сыграл с два, хотя он сыграл с один. У меня мысли чуть-чуть не совпадали. Эмоционально прикольно. Посыл тоже нормальный был. Вот. Шестой показал два, четыре, пять красный, если не ошибаюсь. Ну, короче, мне кажется, шестой прям не шериф. Вот. Наверное, нужно больше пауз делать и акцентов. Там восьмой показал два на проверку, причем там какая-то коза такая была странная. Вот. И седьмой тоже активный. Короче, шесть, семь, восемь активный. Первый пошутил, но первый и шерифом тоже очень эмоционально яркий был. Вот там в турнире лучшие игроки Беларуси. Но пока что, пока что я секаю один, шесть, семь, восемь. Вот. Сыграю с два. И один, шесть, семь, восемь вроде пока меньше шерифа, чем остальные. Вот. Какие-то небольшие не шерифские действия сделали. По номерам три, госпожа Шарлотта, ваша минута. Первый фол еще потратил, обращаясь ко второму, типа, как ты сейчас. Ну, это вот то, о чем говорят. Ну, смотрите, у нас была игра, где сдох шериф и выиграли черный, была игра, где шериф не умер. И тоже выиграли черный. Поэтому надо просто, чтобы шериф хорошо сыграл, правильно? И нашел черный. И все поверили, что это шериф. Что шериф, это шериф. Самое главное в этой игре. Так, по поводу Арчика. Ну, нормальная речь, она похожа на предыдущую речь немножко. Потому что, я объясню, чем? Добивками. В тот раз ты передавал чатику привета, там много чего там произносил, там тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. И такие два слова сказал, за которые посчитал тебя красным. Сейчас победы там сухой хочешь, и тоже добивка была. Ну, надо тебя переслушать. Ты немножко поменялся. Ты на пятом боксе по-другому говорил, как-то более растерянно. Сейчас говорил бодрее. Пока играя 1-2, ничего такого черного криминального для себя не услышал. Еще мне кажется, что писатель красный. Вот мы с ним переглянулись, он мне так по-доброму улыбнулся, я ему тоже улыбнулась. Это моя игра 1-2, я думаю, что 10-й красный. Ну, не точно красный, но больше красный. Так, мне речь третья понравилась. Классная была мысль про то, что в предыдущей игре шрифт жил, но все равно... Но все равно красный проиграли. И она въехала во второго, ну, типа сказала этот аргумент, но потом все равно с ним сыграла. Я тебе сказала, что он поменялся. Это прикольно. Второй тоже заулыбался. Тоже у меня второй меньше шрифт. У меня пока что 1, 6, 7, 8. Не шрифты. Где 1, 6 прям уверенно не шрифты. Ну, когда я говорю уверенно, это не значит, что они прям 100% не шрифты. Это значит, что... В рамках мафии, вот, насколько можно быть уверенным, понимая, что ты всегда можешь ошибиться. Настолько 1, 6 уверенно не шрифты. 7, 8 и 2 меньше. Вот, я играю с 3, мне кажется, 3 прям красная. И второй больше красный. Вот, третья прям все понравилась, что она сказала. Под номером 4, господин Кристо, минута. Так, я ватрушка самурая красного солнца. Это красный день для игрока номер 3. Так, я играю только с 2. Между 1 и 3. Не факт, что вообще есть мафия. Просто мне речь 2 гораздо больше понравилась, чем речь 1 и 3. Глобально в 1 и 3 речи не то, что провальные. То есть они хорошие. Просто я допускаю, что могу ошибаться в игроке номер 1. Мне предыдущая игра это показала, что он суперхороший речь, что он был мафией. Здесь я тоже могу не ошибаться. Почему играю без игрока номер 3? Мне кажется, странный момент по 10. То есть мы переглянулись, улыбнулись, они из-за этого красные. Переглянулись, улыбнулись, из-за этого красные. Хорошо, но я не понимаю, вот как можно переглянуться, улыбнуться и из-за этого считать играть красным. 3 черные, 10 черные. Почему? Ну так вот, любая вариация. А 3 от этого 10 красным считает. Мне это странно. 10 секунд. Вот, из-за очень кажется красным 6. Потому что много цветов показывает. Оказалось, красный 2, красный 5, мафия 7. У вас время. Игрок под номером 5. Не знаю, я не понял, речь 4. То, что первый показывает 3 красные, мне нравится. То, что 8 показывает 3, 10 вместе мафы. Если не ошибаюсь, не очень. Госпожа, 3 минута. Оставляю 1, оставляю 2. 2 принято. Либо здесь много черных, либо здесь все красные. Вот я как-то почему-то так рассматриваю. Я не знаю, ну смотри, по игроку номер 1 речь была нормальная, но мне кажется, очевидно, хуже, чем в предыдущей игре. И в какую сторону это адресовать, я пока думаю. Да, как будто бы простая мысль, что в прошлой игре ты черным больше постарался, она у меня была в голове. Но когда 2 говорит, что текст был хороший, мне кажется, в предыдущей игре текст получше был. Вот, из-за этого, мне кажется, у 2 неправильное восприятие речи 1. Он просто сказал эту фразу, что просто текст хороший, непонятно куда. И концовка речи 2 не понравилась. Это из-за чего я не хочу играть с игроком номер 2. По 3, заочный цвет 10, проснулись, улыбнулись, посмотрели, и 10 из-за этого красный. Мне вот это не понравилось. Да, 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 вы меня нашли. А по 4, единственное, что мне понравилось в 4, то, что вы заочно сыграли с игроком номер 6. Плюс, почему еще нет цвета 1, я тебя просто переслушаю. Потому что ты вот сидел красным на 4, либо на 5, на 5 ты сидел в первой игре, но ты же хитом был, ты цвета прятал, почему ты уже все тут показал? Мне кажется, 5 очень аккуратно сыграла. Либо много красных, либо много черных. Заподозревала 3, но как-то аккуратно. Нормальной команды я так и не услышал. Она шерифом, когда на 7 сидела на лучших игроках Беларуси, это вроде крайняя игра была. Там, где черная команда 4, 5, 10. У нее Валерун 8 проверенный красный был в первую ночь. И потом она стрелилась. Она там тоже, похоже, речь сказала, и... Ну, и была шерифом. Вот. Но проблема в том, что во второй игре мясорубки, когда она была доном, я тоже подумал, что она у меня больше шерифа. У меня 4 шерифа был. Самый, наиболее вероятный. Вот. И я думал проверить один. Ну, короче, я могу ошибаться, понятно, это не точно. Но 5 пока... Если, например, я маф, и я не с 5, то пока что я рассматриваю кандидатуру 5 как шерифа. Мя, игрок по номерам 6, господин Архимнодор. Так, ну, чверто, если ты красный, скажу, что мне чисто просыпание, мне кажется, опять мирное. Я помню уже играть, где она сидела прямо передо мной. Эта ситуация в начале, вот, и... Там так получилось. Но, правда, в этой игре я не играю с тобой, я играю, да. 24-5, во-первых, мне... 24-5, откровенно, вот, мне понравилось просто просыпание. Потом, почему я еще по речи читаю о красном 2. Вот игрок номер 2, допустим, достал черную, и у него есть желание дать, там, какой-то, типа, анализ, короче, поражений наших, типа, и, ну, как будто постараться показаться полезным. Мне кажется, он будет более обсчет, и все игры анализировать. А если ты достал красную карту, то ты больше ассоциируешь себя, типа, с теми играми, если ты сам проиграл красным. Поэтому он не помиловал ничего про прошлую игру, в которой шериф не умер, типа, и он ассоциировал те проблемы красного города только со стрелами шерифа, потому что в прошлой игре он был черный, типа, и он там не испытал никаких проблем. Прикольный аргумент, вот. Вот. Но мне кажется, он легко может быть придуман. То есть это как будто иногда аргументы подбирают просто под мнение. То есть ты что-то придумал, какую-то позицию, а тебе, как игрок показался красным, и ты подбираешь аргументы под это. Вот мне пока кажется, что это аргумент прикольный, но он как будто легко мог быть придуман. И на красной карте, и на черной карте. Вот. 2-4-5, не знаю. Ну, у меня третья самая красная показалась. Первый показал третья красная, а у него акценты 2-4. Ну, не акценты, а он сыграл с 2-4-5 без 3. То, что 4 он взял, где 4 заочно сыграл с 6, это лог. То, что 5, типа, по просыпанию, да. И второй по своему аргументу. Ну, не знаю, мне пока не подходит. Поэтому еще и по речи мне казался, да, игрок красный. Вот, 7-9 мафия по лицу, плюс то, как он сейчас показал, 3-100% красная. Вот, когда 4, так мало, 3, вот один показал, что треть мирная. Просто показал, ну, это показал. А тут что-то 3-100%, ха, посмеялся, короче. Для меня неестественно. Все, плюс тут, я на лицо посмотрел за бородой, оно там прячется, вот, я увидел. Можно считать, что в этой игре 6-7 должен быть маф. 6-7-1 маф, для меня 6 черни. В прошлой игре маф был в 5-7, это ТЗ и архи. Сейчас, ну, похоже, в 6-7 архи и эсоу. Вот. Я параллельно в варде пишу там позиции, или кого кем считаю. Вот. Поэтому определенные задержки присутствуют. Игрок под номером 7, господин, эсоу, минута. Что я увидел? Я не понимаю. Оставляю 1-2. Играю 1-2-3, для меня 2-3 это 100%, мирный, 1 больше. Мирный, 4-5 подозрительные, потому что у них не было никаких... Господин, эсоу, минута. Что я увидел? Я не понимаю. Оставляю 1-2. Играю 1-2-3, для меня 2-3 это 100%, мирный, 1 больше. Мирный, 4-5 подозрительные, потому что у них не... Так, ну, пока что позиция прямо у меня сходится с эсоулом. Надо играть, получается. Было никаких аргументов по игроку под номером 3. То есть, размышление. 3 может быть подозрительное, из-за того, что она обратилась к 10. То есть, она с 10? Или она просто мафия без 10? Не думаю, что 3 мафия обратится к 10 мирному. А 3-10 это 2 мафии? Тоже так не думаю, с чего бы. Поэтому 4-5, да, для меня подозрительные, ну, 6. Но я не буду прощать, 6. Игру в меня увидел что-то за бородой. 2-3, все, ребята, я с вами навсегда. Мы команда вместе. Мы нерушимые мирные игроки. Все, 2 реально. Он очень поменялся с прошлой игры. Он очень мирный игрок. Поэтому смотри, тихий закат. Мы с тобой будем вместе голосовать черных игроков. Вместе с тобой. Все, 1-2-3, моя команда. У вас время. Блин. Пятый показал А7 черный. Седьмой сыграл вроде в позиции, которая для меня должна быть близка. Но так уверенно сказал, что ТЗ красный. Тут у них были тренировочные игры. Где ТЗ 4 раза черным всех прокатил. Провертел. Или прокрутил, как он говорил. То есть, странная такая прям жесткая уверенность. И аргумент в том, что ТЗ красный за окраснение 10 заочное. Я, например, не играю в такие аргументы. Типа, кто-то кого-то окраснел заочно. Я не рассматриваю в принципе. Понятно, у меня опыта немного. Поэтому я стараюсь. Я уже говорил, что я не в цветовую мафию играю. И не играю в аргументы какие-то такие очень сомнительные. Это, например, заочно кто-то кого-то показал. Красным все, значит он красный. То есть, это какой-то для меня странный аргумент. То есть, мне позиция вроде седьмого близка. Но то, как он поговорил, то, что ТЗ точно красный. И у меня такого нет. И то, что ТЗ красный за 10 красный тоже странный. Странный аргумент. И еще аргументы, по которым я не играю. Это, например, если игрок поговорил слабо, значит он не черный. Потому что он в черном бы постарался. То есть, я в это не играю. То есть, ну, играть же надо. Франк мне говорил, играть надо красных цветов. Если игрок не постарался, не наговорил на красную карту, значит красный не надо давать ему. То есть, логика первого порядка для меня. Пятый показал всем черный. Не знаю. Игрок под номером 8, господин Старый, минута. Скажи мне просто, Архиктор. Красный. Я играю против 2, 4, 5 и 7. Объясняю по всем. 2 я просто подозреваю парить. 4 подозревает. То, что он играет 3 в прошлой игре, а он игроком красным. Так. То есть, восьмой считает первого красным. Он ему доверяет по цвету 6. И восьмой подозревает 2, 4, 5, где команда 6-го 2, 4, 5. Очень странно. Сангел 3 и сейчас косит под такого же красного, как он сидел на 6. И Агрик красный 3. Я показал первый черный после этого. Он в 2, 4, 5, 7 он сыграл. 5, 7 одновременно, где пятая показала 7 черный. Странно. Так если у тебя 7 подозрительный, то он в 6-й сыграл в 7. Зачем ты спрашиваешь первого? Непонятно. Подозреваю 8. Сосит под такого же красного, как он сидел на 6. И Агрик красный 3. Я показал первый черный. Надо переслушаться. Красный. Я играю против 2, 4, 5 и 7. Объясняю по всем. 2 я просто подозреваю парить. Да, еще почему Симонин Шериф? Он сказал второй точно красный. Обычно Шерифы такие формировки стараются не использовать. А восьмой сыграл черных цветов. Я играю черных цветов 2, 4, 5 и 7. Тоже не Шерифская речь. Вот. Ну, странно. Восьмой сыграл против. 2, 4, 5 и 7. Странно. 3 подозревают. То, что он Агрик 3 в прошлой игре. Он играл красным с Агрик 3. Сейчас косит под такого же красного, как он сидел на 6. И Агрик красный и 3. Я показал первый черный. После этого 5 почему-то не сыграл с 1. Для меня первый красным сдался. Поэтому играю против 2, 4, 5 и 7. Семь считаю игроком черным за команду. 1, 2 и 3. Это куда он там собрал? То, что там 3 поговорило. 1, 2, 3 сыграло. Правильно? Конкретно скажи черный 4. Ты не сказал, что черный 4. А Архи играет, мне кажется, с двойкой черных. И все черные. После меня 2 красных. 2, 4, 5 и 7. Единственное, что может быть, если вдруг 5 в этой игре красная, тогда в 9-10 есть какой-то игрок черный. Я играю против 2, 4, 5 и 7. 1 это 100 просто красный. 3 это красная. 6 это по 1. Еще раз. 2, 4, 5 и 7. Кто самый черный? 4. 4 самый черный. Мне кажется, он хочет показаться таким же красным, как он был на 6. У вас время. Игрок под номером 9, господин Естерина, да? Странное желание показаться таким же красным, когда его никто красным просто не назвал. Ну, кроме 8. И поэтому, я думаю, наперед 9 красный, что мы в прошлой игре за это его считали черным. 2 пол старый. Что ты думаешь, он мимикрирует точно так же под красного? И я должен после этого красным думать, что он красный, потому что поговорил так же в предыдущей игре. У меня нет таких мыслей, что он просто монотонно говорит. Для меня красный 2, 3, 5 и 6. 7 самый подозрительный, в 4, 8 должен быть черный. 8 поговорил... 2, 3, 5 и 6, да? 2, 3, 5 и 6. Если 5 будет шерифом, 2, 3 мы считаем красными. И если 7 черный, то 2, 3, 5 и 6 норм. Мне кажется, на данный момент хорошая проверка 7. Блин, но он сыграл много... Просто если 7 проверится черным, то тогда можно играть 6, потому что 6-7 должен быть один маф. И пятый показал, а седьмой черный. Вот. И восьмой сыграл тоже против 7. Ну, я не знаю, восьмой все равно странный какой-то. Он в 5-7 одновременно сыграл. Вообще, каких-то мыслей не было. Поэтому восьмой не будет красный от проверки 7. Мне кажется, проверка 7, если найдется черным, то в 5-6 можно сыграть. И у 6-9, 5-6-9. Если найдется красным, то наоборот, значит. Он нормально эмоционально, скажем так. Мне кажется, эмоционально он красный. Вот. И то, что он сказал, что 10 девочек под отличным. То есть я думаю, что да, должен быть как будто по счету. Не черный 1-4-7 или 1-7-8. Как будто это не тронет. Нет, восьмой не сказал 9-10 красный. Он сказал, если 5-ое будет красный, то в 9-10 может быть маф. А если 5-ое черное, то 9-10 красный. Он не сказал, что 9-10 вместе красный. Он сказал 9 заочный красный. Это то, что 5-ое сейчас показывает. Эти правды должны быть подозрительны. Вот. Один мне тоже черным не казался. Вся чернота 1, только из-за того, что 6 показал, что линь черный. Я 1 не сильно подозревал. 10 секунд. Я бы там и 4 мог теоретически сыграть. Потому что 1-2-3 сыграл. я один не сильно переживал, но это как будто уже слишком много игроков. Вот это надо и говорить, то что 7, 8, 10, черное, точечное, все, больше никого нет. Игрок по номерам 10, господин писатель, минута. Так, давайте мы сыграем только игру, сейчас больше никто не будет ничего показывать, никаких там плюсы-минусы проверки, я в этой игре шериф я сделаю проверки, я не буду откатывать, чтобы случилось на будущий круг. Никто сейчас ничего не жестикулирует. Смотри, я думал, что ты не черный, покажи никого из проверок, какого они проверить. Ну подумай-ка, проверить 7 в лоб. Хорошо, я проверю, черный, покажи никого из проверок, какого они проверить. Ну подумай-ка, проверить 7 в лоб. Хорошо, я проверю 7. Вот. Будем пилить, не будем пилить? Велись к кому-нибудь. Они потом скажут, что у меня острел, эти люди. Может, мы больше не будем пилить? Я уверен, всем будет плевать, если вы же пилить. Кто-то 2 выставил, а вене. Короче, если что, пилим 1, 2, если что, пилим 1, 2, если что, пилим 1, 2, но я бы вообще не пилил, потому что если там будет черный, там может... Да-да-да, я бы 7 уже не проверял, он у себя про это просит. Я не буду откатывать все, я сказал сразу. 10 секунд. Если я откатываю, я скорее всего черный. Спасибо. Скорее всего черный. Ну это странная формировка, значит, скорее всего. Точно черный. Так, ну смотрите, что мы заметили. Десятый, если я не ошибаюсь, он обратился к 8, сказал, думаю, ты красный, покажи проверку. Седьмой сказал, седьмой показал проверку на 7, что-то начал отыгрывать, я проверюсь, там 6-ой уйдешь. Ну короче, это было странно. Десятый же нормально, попросил никого не показывать проверки. Седьмой показал проверку на 7, потом выкрикнул это. Потом мне показалось еще, он глазами куда-то в 2-3 показывал на 10. Но я так часто ошибался, поэтому на это сильно обращать внимание не буду. Потому что очень обидно ошибаться, потому что ты какие-то там маяки придумал. Стоп, спасибо, это 5 голосов. 2. Кто зато, чтобы стол покинул игрок под номером 2? Спасибо, это 5 голосов. Автокатастрофа между игроками 1-2. Игрок под номером 1, Артик 30 секунд. Спасибо и вам, игрок под номером 2. 30 секунд, тихий закат. Пас. Спасибо. У нас переголосование между игроками 1-2. В таком порядке... Так, ну, прикиньте, второй шериф, против него скрывается 10, и он такой игриво. Пас. Вот. Ну и первый тоже в эту игру сыграл. Ну ладно, первый не факт, но второй... Короче, о чем мы думаем? Седьмому, кстати, мог вск... Ой, чуть не поймал там спойлер. Седьмой... Ой, десятому мог кто-то вскрыться, и он решил вот такую штуку провернуть, и поэтому сказал, что скорее всего я... Буду черный. То есть не точно черный, а скорее всего черный. Так, что мы делаем? Давайте, кто у нас не шерифы? У нас не шерифы 1-6... 1-2-6. 7, понятно, не шериф уже. Прям вообще. Восьмой... Уже не настолько уверенно. Есть версия, что восьмой вскрылся десятому, и десятый так отыгрывает. 1-2-6-7 не шерифы. С кем мы играем? С 2-3. 2-3-9. И он 5-6. Ну ладно, 5-6 я не буду брать, я 2-3-9 сыграю, плюс восьмой заочно краснил девятого, а десятый сказал, что восьмой красный. Мне кажется, два... А, один, два, три, девять. Наверное, так бы сыграл. Но если седьмой черный, то там какой-то черный должен быть. Проверка 7 нормальная. Так. Сейчас надо не увидеть роли. Пятки. 1-2. 1. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером 1? Спасибо, это 5 голосов. 2. Кто за 2? Спасибо, это 5 голосов. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Спасибо, это 0 голосов. В городе ночь. Сейчас буду перематывать, не смотрите на экран. Кого ты проверил? Еще раз. Так, ну что, кого... Утро. Промах. Игрок под номером 2, тики, заказ, минута. Так, ну что, кого проверил? Нет, сейчас показывай. Кого ты проверил? Еще раз. Прямой вопрос. Нет, сейчас выставляю 10. Вылетает 10 отсюда. Я думаю, 7-10, черные вместе. Я думаю, черная команда 4-7-10. О, пока надо на данный момент. А, еще надо же было какой-то ЛХ записать. Что-то я не подумал об этом. Вот. Пятая так прям жестко врывается, что 10 и 7 черный. Есть мысль, что пятая могла проверить 7 черным и показывать 7-10 вместе. Показывает 7-8-10, тройка черных, да? О, как в прошлой игре я тоже записывал. ЛХ у меня 7-8-10 был. Ну, мне это пока что импонирует, на самом деле. Потому что я 1-2-3-9 играл. И пятую считал больше шерифом. Но Крис говорил о том, что она прячется с шерифом. Ну, посмотрим. Шестой показывает уходит 7. Ну, спейзер 6-0 нормально. Ладно, сейчас посмотрим. В черном месте. Я думаю, черная команда 4-7-10 пока на данный момент. Ну, если 8 красных, потому что только по 8 есть сомнения. Я проверку попробую скажу. Потому что 6 красных. Потому что у меня 6 красных. А ты хотел проверить за то, чтобы ушел 6. Ну, конечно, 6 красных. 4 почему подозревает? 4 сиренизировал на тему того, чтобы он поговорил про солнце. Это все, чтобы 3 посчитало его красным. Это то, за что красная 3 считала черного 1, предыдущая красным. Но сам 4, при этом 3 подозревает. Если 4 подозревает, что 3 может быть черное, он не должен иронизировать на тему того, чтобы она типа посчитала красным. Он ее подозревает, например. Поэтому подозрительное 4. 8 мне не слилось, что я у него в зоне подозрений. Хотя осталось, что перерывается. Ну, это аргумент прикольный, но это могло быть... Не знаю, как его расценивать. Я не уверен, что можно прям серьезно его воспринимать. Потому что это могло быть что-то типа заготовленной шутейки, вне зависимости от цвета. Но возможно, возможно. Возможно, это реально рабочий аргумент. Мне нравится как-то заговорить. Я выкрасный, почему-то он меня подозревает. Я играю против 4, 7, 10. Вот 10 сказал, что он шериф. Он сказал, что он шериф. И он не откатит. У вас время. Игрок по номерам 3. Шарлотта, ваша минута. Выставляю 4. Смотрите, тихий закат. Что? Игрок по номерам 1. Да мы попили, неважно. Я четвертого считаю черным. Смотрите, я думаю, что второй красный. Я думаю, что десятый красный. Есть такая, понимаете, какая-то там вот у меня ощущение, что десятый не черный. Дальше. Почему промах? Ну вот простой вопрос. Почему промах? Вы подумайте, если вы красный игрок, а я вас считаю больше красным. Почему промах? Да, возможно, стреляли к десятого. Блин, это странная какая-то, реально. Она показывает 7-10 вместе черный. Первый вылезает на стол, показывает 10 точно красный. Потому что промах и пятый показывает первый красный. Я не понимаю этого, реально. Ну, это же элементарно. Что ты показывал, у тебя 4. Вот цветок. Смотри, Настя, почему немножко подозреваю тебя? У тебя четвертого считает черным. Ты называешь четвертого красным, но повторяешь полностью его аргументы. Это четвертый начинает закидывать. А как-то странно, говорит, третья почему-то назвала десятого красным. Ты это повторила. Ты это повторила. Вот. Сейчас попиним, что-то будет. У вас время. У меня игрок под номером 4. Гри, 100 минут. Да ничего не будет. У меня проверенная мафия. Вы вскрылись 10, я так понимаю, да? Потому что 10 ждала от вас проверку. Ну, какая проверка? У меня 3 проверенная мафия. Так, пока что ощущение, что реально черный 4. Проверка 3. Так, ну давайте. Так, проверка 3. Седьмой сыграл 1, 2, 3. Девятый сыграл 2, 3, 5, 6. Проверка 3. Ну, огонь, мне кажется. Огонь проверка 3. Я думаю, проверки 3 нет. Я думаю, проверка в 7, 8, 6. Там вообще рубилово жестко было. И там куча цветов. Ну, смотри. Проверил 8 красным. 8 играет с 9 заочно. Играет против 7. В 7, 6 должен быть маф. Проверки... Ну, что такое проверка 3? Что дала проверка 3? Очень странная проверка. Я думаю, третья не шериф. Она просто скинула бублик. А у пятой как будто... Блин, ну проверка 4. Проверка 4 тоже как-то странно. Я видел, как 3 после промаха смотрела на 10. Пыталась ему что-то показать, поэтому уже дал. Наличие 2 я уже скинул. Он видел вскрытие ее мне и потом ее проверил. Нет, не так было. Это я после промаха... Ага, то есть третья вскрылась... ...десятому. Десятый, короче, вписывается в 3 сейчас, походу. Увидел, что 10 смотрит на 3 и ждет какую-то проверку. А до этого, мне казалось... Проверять 10 понятно я не буду, он скрылся. Мне казалось 2, 5, 6. Это все красные игроки. Вот я скрылся нормально. Понятно, тихий закат. Спасибо. Спасибо большое. Ну, тоже один тебя скрылся. Вот смотри, я это пока поплава. Мне кажется, один... А ты не мог подождать, короче, нет? Ну, никак, недержание шерифская, да? Десять секунд. Почему проверила 3? Да один шериф, а я проверенный красный у него. Один скрылся 2, и два только что это спалил. Вставляю 3. Три голоса. Паша. А что он так уверен? А что он так уверен? Вы красный на 4, вам скрылся первый. Вы вскрываетесь с черной проверкой 3. Она вскрывается против вас, и вы все равно в нее играете. Название видео «Шестое чувство». Название серии. Ну, ладно. Здесь в вашем канале. Да, я видела вскрытие 1, и когда он начал показывать, типа, что здесь это очень красный, я подумала, что он прячется, но версию 3 я могу рассмотреть. Так что я буду слушать 3. 3, понятное дело, сейчас не уходит. Выставляю 7. Принято 7. Ариведерчи, мой друг. Речь 7. Все. 1, 2, 3. Он совсем сыграл. Выбирай своего шерифа. Он сказал 2, 3, 100% красный. Первый не подозревается. Речь идет о тракте номер 7. Когда 10 вскрылся, я думала, это план 7, 8 и 10. Я прям думала, что 7, 10 это вместе черный. 10 вскрылся, 7 такой, ой, сейчас я буду кричать, проверка в меня. Он делал это супер искусственно, супер неестественно. Выставляю 7, с 6 будешь бодаться, 6 сказал, я красный. И показал, сейчас уходит игрок номер 7. Твоя война с 6, а не с игроком номер 5. И плюс, если мафия игроки 1 и 4, то ты должен рассматривать то, что есть вскрытие от игроков 1 и 4, которые видели игроки 2 и 5. Скорее всего, игроки 2 и 5 красные, потому что им приходится вскрываться для этого. Это для тебя, что скорее всего 2 не мафия, потому что на скрывать, я видела тоже вскрытие, что... У вас 3, 2, 3, игрок под номером 6, архи у вас 2 фала, минута. Так, ну какая-то странная дежуха. Вы прям до речи 10 просто в нуле. Вот только проснулись и решили кому-то вскрыться. А почему, не знаю, не подождать речи какого-то игрока, посчитать его мирным, потом вскрыться ему. Даже того же 10. Не, я просто пытаюсь понять. Потому что от 1 парка 4 нормальная. То есть я подозрел на 4, допустим, потом уже со временем. И то, что он провел на 4, я могу объяснить эту проверку. Парки 4, 3 я объяснить не мог. Поэтому надо было объяснение. Да я уже понял. Да я уже знаю. Ну и что, я думаю, это мафия. Почему ты там 10 попросил, ничего не говорится, нужно было. Ты, во-первых, повинулся ко мне, сказал почему-то пока. Непонятно почему, когда люди после меня меня мирным назвали. Один показал мне мирный. И потом тебе попросить проверку. И типа, как будто ты мне поэтому показал пока. При фаером еще до того, как вообще сказал 10 проверить 7. И почему-то нужно было какую-то цифру еще употребить. Ну да, почему не. У вас время. Есть соул 2 фола в вашем ноте. Не знаю, Николай, да. Столи А5. 5-7 вокруг голосуем. 5 сейчас сказала, что она думала, что мафия 7, 8 и 10. Это значит, я мафия с 10. 10 решил вскрыться с шерифом. Я решил откатить от шерифства, чтобы я у шерифа был проверенный черный. И есть скрытые 10. И с нами третий, это 8. Который попросил проверку 7. Игрок по номерам 7, у вас третий фолл. Мы 7, 8, 10. Три черных игрока. А 10 это со мной мафия, когда в городе промах. Ну черные, наверное, в 10 стреляли. Так это речь 5 была, Вадим. Если ты красный, очнись. Это 5 речь была сейчас. 5. Кто 5, Артик? Кто 5? Черная. Шерифом 1 считаешь? За 5 голосуешь, Вадим. Понял? Выставляю 5. 5, 7. Никто не поняли? По шерифам 5, 7. 5, 7. Вокруга 5, 7. Пас. Спасибо. Ясу, напоминаю, у вас три фола. Так, прикольно. Пятый вписался к третий. Либо 3, 5, либо 1, 7. И четвертый почему-то тоже жестко вписался. Аргумент седьмого, то что 7, 8, 10 нету команды, потому что десятый вскрылся шерифом, и после этого седьмой показывает проверку 7 и промах. Так, давайте представим 7, 8, 10 черная команда, десятому вскрылась. Но такое уже точно не получается. Уже такое точно не получается. Ну, допустим, допустим, на тот момент пятый показал 7, 8, 10. Давайте мы рассмотрим. 7, 8, 10 черная команда, третий типа на тот момент шериф вскрылся десятому. Десятый говорит, я шериф, никто ничего не показывает. И седьмой показывает. Ну да, реально странно. Десятый типа седьмого подставляет таким образом. Как будто 7, 10 не вместе. Вы умолчите на следующий круг. Старый у вас три фола, кандидатура пас. Игрок под номером 9. Зимой просто показывал, на тот момент уходит шесть. А сейчас у него тогда черные 3, 5, 6 получается. У вас один фолл, минута. Да, но я 5 черные не считаю. Вот, все, готов провериться за 5. Да, шерифы считаю больше 1, да. То есть, ну, да, Настя, его претензии есть, он красный, нормальный. 7, 8, 10, ну, промаха не будет, ну, там же вскрылся только 10, и 7 просил на себя проверку. Даже если он динамику дает, 7 и 10, то есть, 7 дает динамику, но 10 же видит, куда стрелять. Надо явно не в себя, но он понимает, куда стрелять. Поэтому 7, 8, 10 нету. 7 и 10 не вместе черные, и 10 красный должен быть. Кто-то стрелял в 10. Я в три голоса вставляю три. Поддержано. Ну, то есть, я не рассматриваю, 4 вскрылся, он объяснил, что это мне вскрылся один. Зачем это все делалось? У него 4 черные. Ну, зачем один черный вскрылся своему черному? 4, я не понимаю. И 10 показал красный. Он бы показал, 10 уходит, которого не убили, если вот он черный на 1. Он показал 10 красный. После этого я бы показал, ну, уходит 1, если у него 10 красный. Так, ну, пока что на данный круг, короче, я играю с 9. Во-первых, он, ну, как-то просто рассудительно разговаривает, это вроде по красному, это первое. Второе. Уже получается черная команда либо 3-5, либо 1-7. Там бы вписывались люди. То есть, 8-9 уже точно не вместе черные, а 8-й сказал 9-й красный. Вот, поэтому 9 красный. Странный 4. Я понимаю, если он шериф, и кто-то стрелял 10, поэтому 10 красный. Я могу. У вас время, писатель, 2 фола минута. Так, смотрите, если мы вдруг при промахе в десятке заберем шерифа. Вы шерифа не заберете, вы Дона на 3 сейчас заберете. Послушай, это будет очень странно. Фолы не тратил, сейчас потрачу, чтобы Дона забрать. Чего-то, она еще не дерна. Чего-то, она еще не сделана из всего. Пилим 5-7. Я что, голосовалась бы, да? Пилим 5-7. Я свою функцию в этой игре вы... Так, ну ладно. Ну я как красный игрок на такое вообще не ведусь. Ну то есть, это просто какие-то выкрики. Пятая вписалась, надо в 5 голосовать. В чем проблема? Выполнил. Черные промазали. Я не знаю, почему она мне вскрылась. Потом мне спрашивают вперед, когда не надо что делать, потом покажут кого-то черного от себя. Можно 5-7 попилить. Выставляю 5, выставляю 7. Пилим 5-7. Не будет сломов. Все нормально. Все нормально. Просто пусть вместе мы снимаем четвертого игрока, когда первого стреляет. Это плохо будет. Мы эту игру проиграем. Вот. Поэтому пилим 5-7. Черные промазали. Разносторонние проверки. Все в этой игре будет хорошо. Спокойствие. Вроде бы седьмой не черный, по-моему, в этой игре. Мне так кажется. Вот. Смотри. А почему, допустим, была потенциальная перекрессия, потому что я подумал, что выиграю красную, мне это показалось, да? Вот. Вы именно в четвертого сыграли. А почему четвертого не понравилось? Потому что в четвертого была пятая красная. Почему пятая красная, я тогда не понял. Для меня была пятая не красная. Для меня была пятая не красная, поэтому потенциальная у меня будет четвертый черный. 5-7. Спасибо. Игрок под номером 1. Артика, 1, фуллминута. Вставляю 3, 9 слайня. Ребят, все мои действия, объясняю достаточно. Просто помнишь, Вадим, когда я проснулся, ты начал смотреть YouTube по бокам, я тебе сказал, послушай меня, я тебе в этой игре буду полезен. Больше, чем эти игроки. Пасхалочка, нормально залетела? Пасхалочка, топ. Дальше, смотри, после речи игрока номер 7, когда вы все показали, что 2, это игрок красный, я вскрылся игроку номер 2. Ну, это просто, чтобы вы знали. Почему я тебе не стучал 4 проверенных красных? У нас в городе промах, и если я начну тебя стучать, на нас будут смотреть. Ну, прикинь, вот в городе промах, а я сижу наутро, тебе что-то стучу, просыпаюсь. Это либо меня спалит, что я шрифт, либо не скажешь, что мы с тобой вместе черный, что-то отстукивали. Выставляю покой, выставляю 3, у нас 9 писался. 9 писался. А ты что, ну ты писаешь? Писайте, у вас 2 фола поставлю 2. У меня 9 вообще красный и 10 неподозрительный, и 2 не сильно подозрительный на данный момент. Первый, очень странно. Смотрите, 4 хочет заголосовать 3 без аргументов. Ну, это пока... Блин, судя по названию 6 чувств, как будто 4 красный просто так решил третью черную забрать. Но у меня пока вообще ощущение, что 4 очень странный. Он хочет запаковать 3, если реально 4 мирный не шрифт. Ну, типа. 4, если не вскрывается, значит 4 хочет запаковать 3 со своей красной проверкой. Почему, непонятно. После этого 5 вписывается в 3. 4 уговорит 5 снять 3. Это для меня странно. Первый момент. Второй момент. Первый. Зачем-то показывает, уходит 3, потом мы пилим четверых. Ну, очевидно, что город... Ну, он в Ипатию не попадает, Господин Артик, или что? Нет. Он же должен понимать, что город не будет снимать сейчас 3. А он зачем-то это показывает. Это тоже странно. Но это не сильные аргументы. И сейчас говорит то, что 9-й черный. Как он там вообще 9 нашел? Чего они в 5 не играют? Странно. Странно какие-то действия. Короче, я голосую в 3. Вот. Нет, мы не пилим 5. 7 и 3 голосуем, потом мы пилим 4. Ты встанешь со своим 7. Я проверю 8, Марцом Тяпой, Дупроек. Я голосую в 3. Все. Черный 1, 4, 9. Ребята, не повторяем ошибок. 8 Марцом Тяпой, Дупроек. Я голосую в 3. Все. Черный 1, 4, 9. Ребята, не повторяем ошибок прошлой игры, когда старый вписался. Было 7, 8, 10. Правильно? Проиграли игру, не сняли. А тут мы 1, 4, 9. Всяли. 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 Вы именно в 4 сыграли. Дим, когда я проснулся, ты начал смотреть по бокам. Я тебе сказал, послушай меня, я тебе в этой игре буду полезен. Больше, чем эти игроки. Я на черном. Подсхалочка нормально залетела? Подсхалочка топ. Дальше, смотри. После речи игрока номер тебя и на речи где-то игрока номер 7, когда вы все показали, что 2 это игрок красный, я вскрылся к игроку номер 2. Ну, это просто, чтобы вы знали. Почему я тебе не отстучал 4 проверенные краски? У нас в городе промах. Если я начну тебя стучать, на нас будут смотреть. Ну, прикинь, вот в городе промах, а я сижу на утро, тебе что-то стучу, просыпаюсь. Это либо меня спалит, что я шрифт, либо они скажут, что мы с тобой вместе черный, что-то отсюда сидели. Выставляю. Ой, выставляю 3, у нас 9 писался. 9 писался. И слову ты писаешься? Короче, я думаю, не 1,4,7, потому что если 1,4,7, то они бы жрали 5, а они 5 не жрут. Это очень странно. Поэтому 1,4,7, мне кажется, нет. Короче, я голосую в 3. Нет, мы не пилим 5,7 и 3 голосуют. Есть мысль, что 1,4,5 может быть. Ну, ладно. Вряд ли. Голосуем, потом мы пилим 4. Ты встанешь со своим 7. Я проверю 8, Артем, тебя пойду. Я голосую в 3. Все. Черный 1,4,9. По своим 7. По бокам я тебе сказал, послушай меня, я тебе в этой игре буду полезен. Смотри, после речи игрока номер тебя, и на речи где-то игрока номер 7, когда вы все показали, что 2, это игрок красный, я вскрылся игроку номер 2. Ну, это просто, чтобы вы знали. Почему я тебе не стучал 4 проверенные краски? У нас в городе промах. И если я начну тебе стучать, на нас будут смотреть. Ну, прикинь, вот в городе промах, а я сижу наутро тебе что-то стучу, просыпаюсь. Это либо меня спалит, что я шриф, либо они скажут, что мы с тобой вместе черный, что-то отсюда сидели. Выставляю. Ой, выставляю 3, у нас 9 списался. 9 списался. И словом ты писаешься? Писать, у вас 2 фола поставили 3. Короче, я голосую в 3. Все, я понял. Я неправильно трактовал. Он имел в виду, что 9 списался к ним, что 1,4,9 черный. Нет, мы не пилим 5. 7 и 3 голосуем, потом мы пилим 4. Ты встанешь со своим 7. Я проверю 8, Артем, я тебя пойду проверю. Я голосую в 3. Все, черный 1,4,9. Ребята, не повторяем ошибок прошлой игры, когда старый писался. Было 7,8,10, правильно? Проиграли игру, не сняли. А тут мы 1,4,9, писали, писали, сняли 3. Спасибо. По фолам Криста, Есаул, старый, у вас по 3 фола. Будьте аккуратны, Ессады, писатель. Архипот, 2 фола, Крис, Артик, по 1. На голосование выставлены игроки 10, 4, 3, 7, 5. В таком порядке 10, 4, 3, 7, 5. 10. Кто за то, что вы столпокил игрок под номером 10? Стоп, спасибо, 0 голосов. 4. Кто за то, что вы столпокил игрок под номером 4? Стоп, спасибо, это 2 голоса. 3. Кто за то, что вы столпокил игрок под номером 3? Спасибо, это 8 голосов. У нас все проголосовали. Игрок под номером 3. Ваша прощальная минута. Ну, если черная сдохнет 1, а если не сдохнет 1, значит, будете рассматривать свою версию. Я вот черная, пускай сдохнет 1. 4. Стреляется 4. Стреляется 4. Но если я черная, то сдохнет 1. Правильно? А так стреляет. Ну, ладно. Мне кажется, это сдача. Значит, третья черная. Но я сыграл в молоко, это хорошо. Отличный контент. Так. Седьмой сыграл 2, 3. 1, 2, 3. Восьмой сыграл... 2, 3. Девятый сыграл 2, 3, 5, 6. Типа проверка 8. 8 красный. После 1, 4. 8, 9 красный. Попил четверых. Там встанут 5, 7. И... 6, наверное. И кто-то в 2, 10. Скорее всего, не 10, потому что был промах. Ну, тогда пока что кажется, что... 3, 7. Еще кто-то. Должны быть мафы. С4. Всем понятно? Что тебе непонятно? Ты черный... Что ты у меня спрашиваешь? Ты у меня руки собрал. Спрашивает он у меня. Так вы сами определитесь между 1 и 4, куда вы будете стрелять. Да это вообще невозможно. 10 секунд. Все, стреляется 1, и все черное стреляется 1. Запомнили? Все запомнили? Черные там пристегнулись, вы же там все со мной черные. У вас время. Мы провожаем аплодисменты в городе Новосибирск. Так, сейчас еще можно прилететь. Так, вырубаем звук. И мотаем. Так, что происходит? 8, принято. Игра. Ой, как я далеко отмотал. Как же мне теперь... Ой, ой, как же не увидит роли. Смотри, Вадим, я... Давай рассказывай. Смотри, вот я... 3... Вы мне справ... Вот потом... В городе утром. Игрок под номером 1. Ваши причины не понравились. Да, все, 8. Это про Елиныч. Парни. Все, что-то... Да, черный цель, а что? 3, 7, 8. 7 черных. Ну, смотри, Вадим, 7 в год. Вот, потом оставят, кто встает. Кто 5? Ребята, что вы мне спрашиваете, кто? 8 черных, уйдет. Ну, может быть. Вы 5-7, тут будете 300 тысяч кругов сидеть, разбираться. Что тебе, Вадим? Да, 6 это красный. Точно, красный игрок. Да, ты... Нет, смотри, я тебе... Смотри, Вадим, я про 2 рассказываю. Смотри, вот я скрылся человеку в 0. У нас промах. Ничего не сделал, сдал меня в стол. Все, что ты... Это правда. Все, что ты сделал в этой игре, больше тебе скажешь. Я черный, я пасую, и ты умираешь автоматом, что ты красный. Кого я всплыл при 4? Все, короче. Ладно, 8 проверены черные. Смотрите, я не знаю. Вадим, а может быть 5-7 вместе красный? Могут быть? Я думаю, могут. У меня 2, а не красный. Чего он в 2 в 0 сыграл? Чего 8 сыграл? Я тебя спрашиваю. Слышь, Вадим, в 0 аргумент. Почему 8 сыграл в 2, когда все 2 красные назвали? Зачем? Ладно, может быть и 2 красные. Типа, это не точно. Если вы снимаете 8, ребята, у вас 1500, 4 проверены красные. Но мне 7-й не нравился. 7-й, смотрите, во-первых, 7-й в противовесе с 5. Во-вторых, он показал так демонстративно 6-й, ты уйдешь. Проверка 7, когда не надо было показывать проверку. Сыграл с 3-й черный. Но я говорил, что он как-то странно поговорил по 2-3. И что, наверное, если он черный, то с каким-то своим мафтом сыграл. Вы выберете эту игру точно. Если вы это проиграете, ребята, можно 5-4. Провожаем аплодисменты игрока под номером 1. Ладно, не важно. Так, вот теперь мы это все... Проматываем. Принято. Игрок под номером 5. Ваша минута, Крис. Мы стеляем 8, продолжаем. Поддерживаем. Значит, игрок номер 7, когда вскрывается игрок номер 9. Почему лучше ход 7, 8 и 10? Потому что, когда я слышу, что в городе промах, я думаю, что это может быть план. Конкретно в момент, когда седьмой кричал под фол, то, что проверь меня, проверь только меня, только моя проверка, никого другого. Самая же важная проверка в этой игре, это игрока номер 7, который сказал, кричу ее 100% до конца жизни, до конца игры игроков 2 и 3. И я подумала, почему я думала, что 8 черный за то, как он поговорил, сугубо за то, как он поговорил, у него не было ни одного нормального аргумента, он просто назвал цифры и ничего не объяснил. Это те же самые его черные игры, когда он сидел красными в этих играх, он объясняет свои мысли. Здесь он просто пытался сыграть в игрока номер 4, при этом косвенно пытался сыграть в меня, мне казалось по плохим аргументам. И плюс заочно, так же, как он был черным на тренировочных играх, сыграл, когда он на 7 сидел, когда я его нашла, сыграл заочно с игроками 9 и 10. Поэтому я подозревала 8. И почему черная команда 7, 8 и 10? Я думала, они проснулись, он сказал, я вскроюсь, мы все пасанем, промах, я буду шерифом, скажу проверку. Больше 7. Ну больше 7. Ну я не знаю, но я, если бы 8 был проверен, кто-то будет совстывать бы 2, 5, 6, 7. Игрок под номером 6, архи, ваша минута. Так, почему бы я не играл за против игрока номер 5 за эту позицию 7, 8 и 10? Мне кажется, если... Короче, она для меня красная, сугубо просыпание по лицу, короче, вот то же самое для... Мне кажется, с том и черному нет смысла сейчас называть красный 5. Первое очень такое же лицо было, и мне кажется... Ну, там кто-то уже голосоваться должен, уйдет 8, после этого 6 игроков, уйдет 1, и еще потом попилиться 2. Я не ошибся. Почему я бы не играл за этот аргумент, хотя, ну понятно, 7, 8 и 10, команда невероятная, вот, но я думаю, если она черная, она тоже понимает, типа, эту всю штуку, что типа, когда 10 скрылся, потом стреляли в него, поэтому промах. Мне кажется, она дается в этом отчет, то есть единственный вариант, при котором она этого не понимает, если она и красный в это верит. Что? Мне кажется, 7, если не 7, для меня все остальные краснее, чем ты. Не потому, что ты черный, а просто потому, что для меня остальные краснее. Вот, то есть я бы снимал 7, потом ты пилился бы с кем-то, вот. Если нужно зависеть, почему красный, с кем больше. Ну, 9 сделал ход, он сказал, я вписываюсь, уходит 3. То есть, если бы 9 не вписался, то было бы какое-то голосование. То есть, какую-то красноту он набрал. Что? 10 секунд. Ну, плюс. Ну, сейчас снимаем краснотон. Потом тебя, потом 9, пилился с кем-то, 3, 2, 5. Ну, ага. Тут АС-2. Ну, а с кем? Ну, не с 10. У вас... 10 точно красных. Время. Спасибо, Архи. Исаул, у вас 3 фола, кандидатура пас. Игрок под номером 8, старый, у вас 3 фола, ваша минута. Так, ну вы на свои баллы играете, я на свои. Как будто бы я уже больше не получу, я 3 снял, поэтому вставляю 4, но черный 1 и 4. То, что я объяснял тебе, мы в прошлой игре были вместе красный, и красный 6 сыграл в красную 3 в той игре. По аргументу, что она сыграла с Артиком за какие-то слова. Вот мне казалось, что он черный играет против красной 3. Так, оно и есть, он черный играет против красной 3. Вот что я вам объяснял. Для вас, если вы думаете, что в тот момент подумали 5, 7 и 8. Да, не надо одновременно говорить. Третье, если шериф и так ушла, мне кажется, это ее поражение, не надо так шерифом уходить. Поэтому я просто отключаю мозг и просто не играю в это. Все. Вы сейчас игрок обязательно красный, может, первый в этой игре черный. Вы думаете, что 7, 8 и 10 это все черные. Так если мы играем в динамику, я сказал проверку 7, он продублировал, и он показал. Значит, мы куда-то попали, поэтому это не так. Вы сейчас сказали 10 точно красный. Почему не рассматриваете 1, 4 и 10? Где третьему, десятому, черному, скрылось 3 настоящей шрифы. Сставляю 4, вы же не рассматриваете, правильно? Поэтому это вот 2 в 2. Не важно, кого вы следите, настоящий круг. Можете вообще не ругаться, ничего не делать. Пас. Игрок под номером 9, ваша минута. Не знаю, какая-то боязнь у меня или что? Я же нормально вписался, только с моей подачи 3 ушла. Я не понимаю, я попросил любого проверку красного, чтобы попилить 4. Там бы были и 7, и 8, я анонсировал. И 5 я показал красный, и 10, как будто бы не пилился. Меня можно проверить, то есть не будут пилиться 4 проверенные красные, 5, которые я считаю красный, я проверенный красный, и 10, по которому якобы стреляли, но я не понимаю, в чем сложность. Я поэтому показал, проверка 8 не надо, 5,7 могут вместе красными. Мне 2 показывают, так а что, 8 проверенный черный, 5,7 баланс. Это черному выгодно, почему не показать 5,7 баланс? Это выгодно черному, красному нужна красная проверка, 5,7 и так будут в попилище 2. Я это исключительно как боязнь какую-то воспринимаю. Я сдал ее подниматься больше, чем здесь, по объективным причинам. 10 секунд. Хорошо, там еще 7 что-то оставят. Угу, очень классно. Игрок. 3,8 черный, уже 6,9 назвали 10 красным, ну да, понятно, 10 почему не атакует, но это понятно, почему его считают красным. 6,5 и 5 красный назвал, 10 красным назвал, а с атаковал 9. Мне кажется, 6, если черный, он себе вообще ходы и отступления не оставляет. А 9 играет в 2, тоже в 10 не играет. Говорит, что 5,7 могут быть вместе красные. Пока что, либо они отыгрывают прям. Но, 9 еще и вписался, опять же, поэтому я бы в первую очередь в 9 не играл. 2,5,7 мы не остаются. На пятую считают красный 6, поэтому идея маф для меня должен быть в 2,7 сейчас. Ну, для меня позитивный был 7, понятно, за проверку все, и мы вот это вот пока шестом. И второй, то что вскрыл один. Надо послушать давай сейчас. Так, я на предыдущий круг скидываю руку, я думал, что вы попилите, но смотрите, вот вы сняли третью, вам всем полегчало, убили первого игрока. Пусть бы они что-то там делали, мазали, я свой функцию выполнил, я вскрылся, они не попали. Я его сильно черным не считаю, ну, он черным будет рассказывать, что будет 2 подниматься, по мне это не сильно по черным. Вот я в этой игре промазал, я думал, что вы сам в этой игре красный, так получилось, что он черный игрок. Вот я вас черным не считаю. Восьмой черный, у меня черный между 2,7, ну, я даже не понял, кто из них читал. Опять же, на разборах, вроде у Манга это было, то, что черный, красный показывает, чтобы кому-то цвет донести, или Алиот это говорил. Вот сейчас седьмой, я даже не понял, какую он цифру показывает, там как-будто 6 красный он показывает, но он так быстро это показывает, чисто просто так, лишь бы что-то показать, то есть ему вообще донести, у него нет задачи донести кому-то что-то. Восьмой черный, у меня черный между 2,7, ну, я даже не понял, кто из них чернее, но просто седьмой игрок акцентирован. Ну, опять же, для меня это не сильный аргумент, но все равно просто. Акцентирован в 5, по мне, пятая в этой игре не черная, что такое? Ну, скажет тот же, черный игрок. Просто смотрите, вот в чем фишка, зачем вы 3 снимаете? Они же промажут потом, попилим 5,7, если какой-то буслом с черными всплывают, зачем, кому это надо? Вот, чего она мне вскрылась, я понятия не имею, я после ночи первая просыпаюсь, смотрю в ту сторону, потом на нее она мне кивает такими глазами, такими. Ну, ладно, хорошо, я буду шерифом. Промазали, промазали. Я все, что мог в этой игре. Смысл третий. Не, прикольно, если третья, черная с 10, третья вскрылась своему черному 10, 10 говорит, все, никто ничего не показывает, я шериф, потом специально промах, это круто, классно замуть. Был бы. Но мы же в это пока не играем, правильно? Они промазали. Я сейчас черный игрок номер 2, мы не промажем никогда. У вас? В какую-нибудь другую сторону расстрелим и попадем. У меня игрок под номером 2, тихий закат. Ну, поехали. Я знаю с нуля, что один шериф, он не вскрылся. Если я черный в 2, 3, 8, достоверно известно, что я динамики не даю, я по салону ничего не показал. 8, по-моему, тоже особо не проверки, ни цветов не показывал. Значит, если либо статика, в которой мы промахнули, что он молодой, либо динамику дает 3. Если динамика дает 3, я один раз по 0 ей, что 1 это шериф, и она убила шерифа. Когда мы просыпаемся, я выпытываю здесь, кто шериф. Когда 4 говорят, что шериф он, я в это, естественно, не верю, что у меня инфа от 1, и мне 1 никак не дал понять, что у него 4 правильные краски. Я не буду скрывать 1, я опять-таки 3, маякну, что 1 это шериф, мне 1 раз надо стукнуть. В команде 2, 3, 8, я отправил на треку 8 игроку номер 1, а 8 в 0 сыграл в меня. Он показал на треку... Он показал на треку 2 и сыграл в 2, 4, 7, 10. Я после этого сказал, слушай, ну... В 2, 4, 5, 7 он сыграл. Мне не нравится, что ты играешь в 2, 4 одновременно. И с прайкой 4 красный, я буду играть и без этой 8. Для меня все красные, последние черные в 7 и 9. Черные либо в 7, да, уйдет в 7, потом мы встанем в 9. Почему логика 9 плохая? Если он считает, что 5-7, потенциально, 5-7 это потенциально 2 красных игрока, Архи, послушай, если 9 считает, что 5-7 это потенциально 2 красных игрока, он либо в себя должен просить, либо в кого-то в 5-7. А он просто говорит, проявите какого-то красного. Время, спасибо. Фол, есты, третий, решайте слово на следующий круг. Уважаемые игроки, у нас все поговорили по фолам. Кристо, есаул, старый, естыды, у вас по 3 фола, будьте аккуратны. Архи, писатель, у вас по 2 фола. Крис, тихий закат по одному. На голосование выставлены игроки. 8-4 в таком порядке. 8-4. 8, кто за ты, чтобы стоп, покинул игрок под номером 8? Стоп, спасибо, это 7 голосов. 4, кто за 4? Стоп, спасибо, это 1 голос. Игрок под номером 8, старый, ваша прощальная минута. Так, мы продолжаем играть на свои баллы. Так, я сейчас думаю, что может быть черный 1-4-10. 10, только что в своей речи сказал, 8 это черный, а 2-10 это не 2 черных игрока. Черный 3-8. Что? Что здесь думает, не разбивает какие-то двойки за столом с ним? Черный 3-8, 2 черных игрока по версии 1. Так, ну вот вы думаете, что первый это шериф, правильно? Я ничего не придумал лучше. Мне вскрывается красный игрок, потому что черный 3-7-8 у всех. Мне вскрывается красный игрок. Я прошу проверку на своего черного, чтобы застрелить 10, правильно? Ну, значит, мы уже продублировали динамику. Все, динамика 7-8. Показали 7, мы застрелим 10, наверное, если вы думаете, что мы по нему стреляли. Может быть, стреляли как раз таки и не по нему. Так, 1-4-10, да, может быть такая команда. И вы все остальные, все игроки красные. Вот так вот в этой игре играется. Черная команда 1-4-10. Я на свой долг играю. У вас время. Провожаем аплодисментами игрока по номером 8. В городе ночь все засыпаны. Так, у него сейчас интервью будет. Наш игровой день открывает игрок. Так, уже кого-то убили, да? Раз, два, три. Что, нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Утро. Промах. Круто. По версии игроков 1-4, 3-8 вместе черный, значит, последний маф, значит, он специально промахнулся. Ну, может быть, какая-то осечка, там, фаланга дрогнула. Ладно, мы это не рассматриваем. Ну, пока что не думаем об этом. И то, что специально промахнулся, тоже пока не думаем. Хотя, это интересный ход, потому что и так, и так уйдет три игрока. Но с промахом может идти четыре. Прикольно. Так, в любом случае, сейчас три в три не будет, поэтому можно пока что продолжить играть по версии 1-4 красных. Интересно. Наш игровой день. Блин, очень классные игры в мясорубке мне нравятся. И первая игра была очень классная, и вторая была очень классная. Вот. Это из-за того, что я подходил очень, ну, очень серьезно смотрел в закрытую прям. То, что тихий закат приехал очень классно. Что состав хороший. Что нет игроков, которые именно понимают друг другу цвет на ноль. Это очень классно. Вот. Очень крутые игры. И это тоже не исключение. Открывает. Игрок под номером пять. Ваша минута Крис. Я бы семь снимал все равно. Семь человек. Ох, мы тут сидеть-то будем. Выставляю семь. 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 Так, тогда общаемся. А, это типа мы можем рассмотреть версию какую? Один, четыре. Ну, типа это для чего промах? Ну, типа рассмотреть версию 1-4. Я это не рассматриваю. Для меня четыре красные. Смотри, я с тобой общаюсь. Смотри. Что меня гложет. Ну, прикольный ход, да. Прикольный ход. Потому что если вот, если сейчас один маф за столом последний и он не промахивается, то уходят три игрока. Но уходят три игрока из версии, что 1-4 вместе красный. Ну, если четвертый сейчас стрельнется, то играют. Ну, да. В одну версию. А если промах, то тоже уходят три игрока. По факту не особо сильно что-то меняется. Но может уйти четыре в какой-то момент. То есть больше маневра. Прикольно. Если реально маф один остался. В душе очень сильно. Цвет красный 6. Я вообще не понимаю. Почему кто-то показал, что 6 от проверки 8 становится точно красным? Ты мне вот это объясни. Для меня просто был 9 краснее, чем ты за те действия, которые он сделал, за то, как он в ноль поговорил. За то, что он путал позицию 8. Обычно черный внимательно слушает свою позицию. Своего черного, который до него поговорил. Он несколько раз говорил о том, что 8 сказал, что за ним 10 это мафия. И из-за этого я не думала, что черный 9. Потом он вписался к этому 1. Потом то, как он накраснял меня, когда в меня вот этот игрок номер 7 играл. Если 6 черные, то промаха не будет. Ну, может быть. Ну, типа, вы сами поговорите. Просто я так говорю то, что у меня было в голове. И то, что я думала действительно ночь. Поэтому я переспросила за твою позицию. Я помню 2, 4, 5. Но мне казалось, что ты еще сказал не против 3. Я просто помню, что ты 1 выкидывал и сказал, что 1 черный. Из-за этого я уточняла. Потому что меня гложет эти мысли. Вот и все. То есть это может быть все неправильно. Первый у тебя осталось точно красным. Но это то, что меня гложило в этой игре. Я не поняла, почему ты от проверки 8. У вас время. Игрок под номером 6. Архи 2. Слова минута. Ты не видел коммуникации между номером 1 и 0 по поводу игрока номер 8. Я сначала пришел по игроку 8. Архи упал 8 мирный. Я у него переспросил. Ты считаешь 8 мирный? Он мне говорит. Да тебе. Почему? Я ему объяснил аргумент по игроку номер 8. Почему? Он спрашивал, почему ты подозревал 8? Мне было интересно. Мой аргумент по 8. Он сыграл просто 2, 4, 5 и 7. Сказал, что после него 2 мирных. Я думаю так. Ну, уже как будто, да. До него 4 игрока. Типа, ну, почему там обязательно 2 мирных? Непонятно. И потом он добавил. Говорит, если 5 мирная, тогда между 9 и 10 есть какая-то мафия. А как будто без 5 осталось все равно 2, 4 и 7. То есть это тоже достаточно. И тогда непонятно почему. То есть 9 и 10 у него не были мирные как-то по лицу. И почему у него 10 мирные по счету, непонятно. Просто набор каких-то цифр. И я все это показывал Архи. Я даже аргументы показал. И про руку 8 просил. Выставляю 7. Поддержано? Да, сейчас голосуем 7. В любом случае. Вот. А потом чё? Потом чё? Потом чё? Потом подумаем. Подумаем. Мне кажется, Архи Красный. Точно кажется. Ну, во-первых, он там красные цвета раздавал. Во-вторых, аргумент прикольный говорит. Который я только, только сейчас я до этого аргумента дошел. Ну, в смысле, только сейчас я его понял. Он уже звучал до этого, я его не понимал. Я говорил, что восьмой сказал, что пятое, если черное, то там может быть, то там два красных. Типа, почему по счету там два красных? Почему не на пять? Время. Игрок под номером семь. У вас три фала. Ваша минута. Что ли, пять? Ну, чтобы не было такого, что вы не снимете игрока под номером пять. Потому что пять предположило, что мафия семь, восемь и десять. Потом пять предположило, что шесть мафия в три, шесть, восемь. Когда шесть мафий убивает четыре, снимает семь, потом убивает десять и выбирает, кто встает в угадайки. Пять красным игроком. Не поверил. Да, Вадим, а ты прав, по бороде, а мафия оказался. Подумал, что я ищусь один мафия, наверное, тоже по бороде. Потом восемь попросил меня проверку, а мы два черных игрока, и я не вскрываюсь. И при этом и восемь не вскрывается, а три вскрывается. Это три семь восемь. Ну, я, знаете, на разборы пойду. Ты потом будешь проводить разборы после турнира? Да. Хочу к тебе записаться, чтоб ты учил по бороде находить. Будет здорово. Что? В нуле как поговорила. Ну, десять мирный, я думаю, да. И три обратилась к мирному десять. Да. Пять мафия. Если не мафия, пускай ищут противовес. У вас... Время... ЕСТД и три. ФЛА, кандидатура пас. Два шесть. Два принято. Игрок под номером десять. Ваша минута. Писатель два фолла. Такой загадочный промах. Но мы же восемь просто не рассматриваем. Правильно? Ну, восемь. Он сказал, что черная команда один, четыре, десять. Восемь красный. Ну, не рассматривается. То есть четвертый в этой игре красный. Правильно? Ну, мы это ультрансингу не рассматриваем. Вот. Поэтому у нас за столом один черный, который хочет играть какую-то странную и сложную игру. Просто думаю, что промах. Может он бояться, что будем пилить троих? Что, допустим, четвертый стреляется, мы потом пилим типа там семь. Попилить троих при шестерых лучше не нужно. Когда точно известно, что один мав за столом. Потому что можно заголосовать одного. Он оставит какой-то противовес. Будет следующий круг. Больше времени. И встанут два. То есть, во-первых, больше времени. Во-вторых, точно красный выйдет. Вы будете знать, что это точно красный. И в-третьих, он оставит какое-то свое мнение. Один, там, два, семь, девять пилим. Может, он этого боялся, черный игрок. Смотри, Саул, у вас же, вы же показали в тот раз, что у вас именно второй черный вы показали. Девятый красный, вы сказали, да? Девятый красный. Именно второй черный. Сейчас про второго у вас нет ни слова. Вы играете именно в пятого игрока. Я просто пятое не сильно понимаю, что черный. По мне второй не... Но с вашей позиции у вас два должны быть черным игроком. Смотри, третий игрок в этой игре Дон, да? Который играем по одной версии. Пограл один-два. 10 секунд. Могла играть своим черным, могла играть своим черным игроком. Вы сейчас именно в пять играли. Это очень все странно. Кого с ними, Филик Кристо? Ну, все. Седьмого? У вас время. Игрок под номером два, тихий, запятый? Разбиваю. Кто из вас показал, что четыре уйдет? Когда мы проснулись? Игрок под номером семь? Нет, кто-то семь-девять показал, что четыре уйдет в какой-то момент игры. От кого-то была эта жасекуляция. Сто процентов, я ее видел. Ну, короче. Да, это была от семь. А, это пять. Ну, можно увидеть. Короче, не рассматриваю один четыре еще кого-то. Потому что один умирает. Он может дать второго черного красным. Побил четверых. Все. Это супруга победа мафии. Да. Поэтому один это шериф, четыре это красный. Смотри, Кристо. Мой свет не нужно отпускать. Вот ты не будешь проверенным черному три. Все, что ты понял, это что два красных. Все, кто о тебя поговорил. Ну, ты не проверка черная дона, которая играет черным два. Поэтому я красный. Это еще туда я тоже накидываю свою красоту. Выставляю семь. Сейчас уходит семь. Ну, вот промах это явно не моих рук дел. Я сказал. Уходит семь. Потом я встану с девять. Девять считал, что пять-семь это два красных игрока. Сейчас уходит семь. Я рассматриваю. Слышишь? Yesterday. 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 Ты можешь послушать? Я рассматриваю, что семь это просто последний черный может быть. Только ему в первую очередь увидим промах. Да он уходит на свечку. Он убивает шесть. Он убивает шесть. Хорошо, ну посмотрим. Посмотрим. Я же не против. Я готов делиться с кем угодно. У меня игрок под номером четыре. Кристо три фала. Ваша минута. Да, шесть сто процентов обманули. На то что два мая фезь делает промах, да я согласен. Может такое быть. То что шесть делает промах, мне не кажется. Мне кажется шесть не делает. Семь тоже ты думаешь, что делает пробу, да? Тихо, я пока с ЕСТВИМ общаюсь. Семь не делает пробов. Почему ему вообще всё равно, делает пробов, не делает пробов. Ну вот так он и так и так уйдёт, какая разница? Например, там аргумент в том, что он сказал, что три 100% красный международный житель будет. Представляешь, что все это три. Семь сказал два-три вместе красный. Да, я понимаю, и поэтому семь уйдёт на любой из кругов, как по-моему. Представляю семь. Как бы я делал игру? Я бы снимал семь. Потом семь ушёл, он оставил какое-то завещание противец. У вас пять человек. Потом я бы пятерых не делил, если что, потому что всё равно умирает понятно кто. Ты не проголосуешь пять, а он уставит противец пять. У вас шесть. Семь голосу. Мя, спасибо. У нас все поговорили. Крис, Таи, Саул, ЕСТВИД, у вас по три фала. Писатели, архи, у вас два фала, крест, стихи, закат по одному. На голосование выставлены игроки семь, пять, два. В таком порядке семь, пять, два. Семь. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером семь? Стоп, спасибо. Это четыре голоса. Пять. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером пять? Два. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером два? Игрок под номером семь. Ваша прощальная минута, ЕСУ. 6, 9, 10 для меня это красный, 4 проверено красный, поэтому просто снимите 2,5, просьба сыграть по мне, я вторую игру, вот, прошлую сыграл, мне кажется, хорошо, вот, Вадим не сыграл по мне, проверил 9, ненужную проверку сделал, проиграл игру, поэтому просьба не проигрывать игру, снять 2,5 по очереди, 2, сейчас предположил, что я последний черный сделал промах. Я все равно ухожу, всегда, 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 последний черный делает промах, кто пилится после моего ухода, это в 2 и 5, в 2 и 5, да 2 и 5, сними, да тебя там, как-то, что-то. Но 5 же не пилится, 5 же не пилится после твоего ухода, или ты, типа, так покричуешь, что 5 будет пилиться, а 6 сказал, что 5 красный, а, ты, то есть, ИСаул только поэтому, да? Оставляет 5, потому что она ее подозревала, типа, промах, не знаю, я бы вообще от этого не отталкивался, мне кажется, это просто, ну, это классное действие от мафов, лишний раз просто, мирным сократить время, потому что они будут, ну, на обдумывание, потому что они будут думать о промахе, вместо того, чтобы искать мафы. По факту ничего не поменялось. Думаю, это 2 и 5. В 2 классный аргумент, почему 4 точно красный, но черным он мог его сказать. Вот, надо, чтобы, ну, классный аргумент, надо в голову это, чтобы мне тоже приходило. Девятый играет в 2 и 6, не играет в 5. Седьмой говорит снять 2 и 5. Ну, 3 и 10 я не рассматриваю. Десять красный. В 6 мне казался красным. В 6 я говорил, 5 и 10 красный. Девять играл в 6. Ну, именно позиционно. В 6 я говорил, 5 и красный. В 6 играл в 9. В 9 играет в 6 и в 2. Как будто... А, уже троих не получится снять. Что, 2 и 9, что ли, уходит? Блин, сложно. Придумывать ничего не нужно. Ему сказать 2, 5, 7 по очереди. Он в 6 играть не будет. Что? Хорошо, 2 сними, потом 2, потом 5. Девятого убейте, если два мирные, пятого угадайку снимите. Вот после 4, 9, чтобы убили. Потом 2, потом 5. Спасибо. Время. Провожаем аплодисментами игрока. Аргумент Весаула, что 9 не играл бы в 6. Но 6 просто говорит 5 красный. Поэтому, мне кажется, это не очень сильный аргумент. Самый черный как будто... Блин, у меня не был 6 черным. Мне 6 красным казался. За то, что он показал 5 красный. Когда это было... Ну, ему невыгодно. 9 вписался, и поэтому ушло 3. Поэтому я не хочу голосовать 9. 10-го все называли красным, и он вряд ли с 3. Плюс промах, да, все говорят. Где вот у меня еще мысль была. Мог ли у 10-го, если последним аргументом 10, сделать промах, чтобы потом убить 4. Но потом все равно... Чтобы потом типа не умер 10, да? А если будет попил, то... Должен стреляться 10. Ну, короче, мне кажется, красный 6. Очки красноты были у 9. Восьмой черный назвал 9-го заочно-красным. Не знаю. Блин, я так много времени потратил на это. Я реально так много времени потратил, думая, кто последний черный. Но это прикольно. Блин, Исаул, ну ты, конечно, отдаешь. Мало того, что ты там людей обманываешь в Минске, ты еще и здесь, ну, других людей обманываешь. Прикольно. Блин, это получается особо даже не пересмотреть. Ну да, нет, все равно надо пересмотреть какие-то моменты. Я же в 3 ошибся, правильно? Но я потом в 7 заподозревал и в 8 заподозревал и сказал, что в 2-3 мог быть черный 7. Но надо пересмотреть. Надо пересмотреть. Потому что хорошее запоминается, плохое не запоминается. Я, например, шерифа точно не угадал. Опять подумал, что Крис Шериф, опять меня Артик обманул. Он опять смеялся, там выкрикивал шутейки второму уже на речи 2. То, что он шериф. Молодец, 9, то, что вписался. 4, молодец, то, что как-то вписался. И как он это понял, может услышал, не знаю. Аргументов там не было. Он просто кричал. В городе более глубокая ночь. Ага, все-таки это динамик было. Отправить и все-таки стричь. А что они промазали, а как они промазывают они? Так, давайте еще раз внимательно. Я на надпись воплёкся. Да, 7 на норм. Отправим, отправим, последний жест, плюс 3. Хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... У «Мафии» 10 секунд. «Мафия» договорилась с «Мафии» за «СПЭК». «Все выправляют игровые маски». Минутка рекламы. Поскольку мои дорогие коллеги отдыхают и не занимаются обзорами и разборами игр, то на канал подписывайтесь, пишите все, что у вас есть внутри, позитивного и негативного по поводу видео, все пишите. Обратная связь очень нужна. Не забудьте подписаться. И за каждый лайк, комментарий это мне будет приятно. И я буду за счет этого расти, понимать, где можно улучшиться. Что нравится, что не нравится. Я знаю то, что манга просыпается и смотрит ближайшего человека на вздутие вен. Волнуется, не волнуется. Бывает попадает, бывает нет. Также я знаю, ну, Господин Бро так учил своих, ну, в школе РБФ. Там рассказывал кому-то из учеников, что можно смотреть на руки на плечах. Ну, то есть, допустим, ты шериф на один. Или скорее нет. Допустим, если ты, ну, условно сидишь на четыре, и ты выбираешь карту, показываешь какую-то дальнюю, чтобы посмотреть на третьего игрока, который уже вытянул карту. Во-первых, можно посмотреть нервничать, не нервничать, а то, что манг говорит. И то, что Господин Бро или Жанг говорит. Это можно смотреть на то, как далеко пальцы относительно шва на одежде. Чтобы потом на шерифской фазе, когда ты просыпаешься, чтобы посмотреть, они сдвинулись или нет. Но это тоже не сильный аргумент. Вот. И я для себя заметил, что мафы после договорки, они жёстче, ну, двигаются, колеблются в такт музыки, что ли, в ритм. Вот. И, ну, это не всегда. Если, например, четыре плюс человек двигаются, то непонятно, кто маф. А если там условно человека два двигаются, то между ними должен быть какой-то маф. Ну, у меня так пока складывалось. Вот. Потому что мафы договаривались, они не сидели в такт музыке, не двигались целую ночь. И, ну, они мирно и бы подустали, и могли остановиться, например. Либо мафы не знают, как себя вести, и поэтому чуть-чуть двигаются. Вот. Я замечался, иногда такое бывает. Вот. Но это тоже не жёсткое. Тридцать секунд свободная посадка. Ну, и ещё момент. Бывает, мафы не успели застуть. Чебя с руки складывают, пока ты просыпаешься на северской фазе. Никогда такого не видел. Но слышал такое тоже. Так, сейчас надо... Игрок под номером один... Надо достать свой вордовский файлик. То, что я... Писал. И что я написал? Я в итоге потом отказался от этого. Первый не красный, второй больше красный, третья самая красная у меня была. Четвёртый сказал, что 6 красных заочно, за 2-4-5 красные. По факту 2-4-5 все красные. Шестой молодец. Пятого думал шериф. 6-7-1 маф. 6 чернее у меня был. Ну, 6-7-1 маф это было. То есть, в это я попал. Пока что получается попадать там, где 1 маф. Восьмой сыграл против 2-4-5-7. Как-то странно. Тоже мне не понравилось. 1-2-6-7 не шерифы. Первый меня обманул. 7 просил 7 на проверку. Это было подозрительно, да. Это все отметили. Шестой не шерф. Просто так, да. Шестой самый не шерф. Ну, все в принципе. Так, первый не красный. Давайте. Смотреть. Господин Артик, ваша манада. Так, доброе утро, город. Меня посыл на эту игру и мое личное предчувствие. Нам нужен сухарь, ребят. Вадим, мне надо смотреть речь красного драка, послушай его. Я тебе буду более полезен, чем они. Смотри, в этой игре. Я черный. Хорошо. Вот она отсылка. То, что я шериф. Я буду более полезен, чем они. Хочется сухаря. То есть, мне кажется, у нас такое... Так, ну, значит, надо такие вещи запоминать и подмечать. Вот. Надо обращать внимание на такое. Настроение вот на курилке, мне кажется, вот если сейчас выиграют красные сухаря, да, за черных немножко обидно будет мне, конечно. Вот. Но зато 7 красных, мы будем в хорошем настроении шутить, там, а не просто говорить, чтобы обсуждать, кто игру проиграл. По ночным мыслям. А, передаю привет госпоже Бонне, вот, которая сейчас в Дубаях чили впихает, вот. Надеюсь, да, скоро ты вернешься на канал, все тебя ждут. Ну, лично я. Так, была мысль про игру «Длина волны», Вадим. Ты же «Длину волны» играл когда-то, да. И, короче, я ночью пытался представить, ну, кто не знает, «Длина волны» — это игра, где есть две ассоциации, например, там, высокие и низкие. Типа, и тебе надо угадать точную цифру от нуля до ста. Типа, да. Вот я думал, как можно делать красный и черный, типа, от нуля до ста, но я не придумал. У меня ассоциации с красным игроком. У меня ассоциации только Настя на платье. То есть я вот... Настя на платье, по шкале от 2 до 100, ребят, давайте. Игрок под номером 2, господин, тихий закат, минута. Да, добро, Руда, город. Приветствую всех на очередной игре. Вот, у меня будет простой посыл. Мы первую группу играли красными. У нас умер шериф, и мне кажется, это внесло, ну, большой, большой плав по виду черных, поэтому поздно шерифу обязательно прятаться. Можно говорить о себе в третьем лице, показывать какие-то проверки, вот прям косить на полную катушку. Как ты сейчас. Все может быть вообще изи, просто вскроюсь, вскроюсь. Никто не посмеялся. Как ты сейчас. Так, давайте теперь проанализируем. Мы знаем, что первый шериф, первый выкрикнул, как ты сейчас, ха-ха-ха. Да, нет вывода никакого, не знаю, что сказать. То есть просто никто меня не в самом деле говорит. Я просто могу подогнать аргумент, типа, вот, типа, захотел красниться, так обычно делают мафы мирные, никто не засмеялся, поэтому это какая-то активка, но вообще нет уверенности в этом, поэтому не буду говорить. Если вдруг так окажется, что я не шериф, вдруг так окажется, не надо обязательно думать, что я вскрываюсь против вас, если вы шериф. И понял прислушиваться, я выставляю один, Арту, хочу, чтобы ты говорила, взять со мной. Я впервые попал в черного игрока, который самый блудоизной. Я постараюсь, у меня вот, моя специализация на красной карте, это вот когда все играют с каким-то черным, самый такой, значит, третий, который самый опасный, вот я за ним сразу иду, поперек голову социальных. Поэтому я буду в него целиться. С один играю, текст хороший. Лично мне понравился, вот, по поводу сухой красной победы, там вот эти все, ну, приветики, такая теплая, вот эта вся история. Нормально, пока играем. Игрок по номерам три, госпожа Шарлотта, ваша минута. Ну, смотрите, у нас была игра, где сдох шериф, выиграли черные, была игра, где шериф не умер. Тоже выиграли черные. Поэтому надо просто, чтобы шериф хорошо сыграл, правильно? И нашел черных. И все поверили, что это шериф, что шериф это шериф. Самое главное в этой игре. Так, по поводу Артика. Ну, нормальная речь, она похожа на предыдущую речь немножко, потому что, я объясню чем, добивками. В тот раз ты передавал чатику привет, и там много чего там произносил, там тет-тет-тет-тет-тет-тет. И такие два слова сказал, за которые посчитал себя красным. Сейчас победы там сухой хочешь, и тоже добивка была. Ну, надо тебя переслушать. Ты немножко поменялся, ты на пятом боксе по-другому. Так, еще раз. Третья сказала, что первый нормально поговорил И после этого она сказала, что ты поговорил точно так же, как в прошлой игре В прошлой игре он был мафом на 1 Нелогичность И именно это четвертый отметил по 3 Так, нелогичность Вывод Надо замечать нелогичности в речах игроков Черные часто прокалываются именно на нелогичностях Я этого не услышал Говорил как-то более растеряно Сейчас говорил бодрее Пока играя 1-2, ничего такого черного криминального Я не услышал, еще Мне кажется, что писатель красный Вот мы с ним переглянулись Он мне так по-доброму улыбнулся, я ему тоже улыбнулась Поэтому играя 1-2, я думаю, что 10-й красный Ну не точно красный, а не больше красный Игрок под номером 4, господин Кристо, минута Так я Походу оно ему вскрылось Серьезно, реально вскрылось Ватрушка самурай Когда твой мал дает динамику, а не ты Странно Красного солнца Это красный день для игрока номер 3 Так, я играю только с 2 Между 1 и 3 Не факт, что вообще есть мафия Просто мне речь 2 гораздо больше понравилась, чем речь 1 и 3 Глобально в 1 и 3 речи не то, что провальные То есть они хорошие Просто я допускаю, что могу ошибаться в игроке номер 1 Мне предыдущая игра это показала Здесь мне казалось, что он суперхороший И что он был мафией Здесь я тоже могу не ошибаться Почему играю без игрока номер 3 Мне кажется, что странный момент по 10 То есть мы переглянулись, улыбнулись Они из-за этого красные Переглянулись, улыбнулись из-за этого красные Хорошо, но я не понимаю, как можно переглянуться, улыбнуться Из-за этого считать играть красным 3 черные, 10 черные Почему? Ну так вот, любая вариация А 3 от этого 10 красным считает Мне это странно 10 секунд? Вот, из-за очень кажется красным 6 Потому что много цветов показывает Сказала красный 2, красный 5, мафия 7 У вас время Игрок под номером 5, госпожа 30 минута Нет, четвертый не заметил нелогичность Блин, там кто-то вроде про это говорил Я бы сам придумал Но он сыграл в 3 Ну, короче, моя ошибка То, что я не заметил нелогичность в речи 3 Нелогичность в речи 3 По первому игроку Типа мафа пропустил так Вот, будем иметь в виду Артик прям жестко прячется с шерифом Он и фол на речи 2 И показывает И делал вид, что 2 Что 2 не слушал Реально Он что-то там же 6 показывал 6 Что-то там Ты там в противовисе 7 Что-то похожее показывал И как будто не слушал 2 вообще И на речи 3 тоже там показывал Жестикулировал Уставляю 1, уставляю 2 2 принято Либо здесь много черных Либо здесь все красные Вот я как-то почему-то так рассматриваю Я не знаю, ну смотри По игроку номер 1 Речь была нормальная Но мне кажется Очевидно хуже, чем в предыдущей игре И в какую сторону это адресовать Я пока думаю Да, как будто бы простая мысль Что в прошлой игре ты черным больше постарался Она у меня была в голове Но когда 2 говорит, что текст был хороший Мне кажется, в предыдущей игре Текст получше был Вот из-за этого Мне кажется, у 2 неправильное восприятие речи 1 Он просто сказал эту фразу Что просто текст хороший Непонятно куда И концовка речи 2 не понравилась Это из-за чего я не хочу играть с игроком номер 2 По 3 Заочно цвет 10 Проснулись, улыбнулись, посмотрели И 10 из-за этого красный Мне вот это не понравилось Да, да, да Вы меня нашли А по 4 Единственное, что мне понравилось в 4 То, что вы заочно сыграли с игроком номер 6 Плюс, почему еще нет цвета 1 Я тебя просто переслушаю Потому что ты вот сидел красным на 4 Либо на 5 На 5 ты сидел в первой игре Но ты же хитрый был Ты цвета прятал Почему ты уже все тут показал? Так, но уже 2 красных Нашли 3 По аргументу, что она окраснила 10 Просто так Что-то улыбнулись Им это не понравилось Видимо, это работает То есть простое окраснение Просто так Вызывает подозрения У меня Я на это закрыл глаза Закрыл глаза на Завочное Очевидное Странное Окраснение 3 Окей Номером 6 Господин Архимен Ну да Так, ну Свердки, если ты красный Скажу, что мне Чисто просыпание Мне кажется 5 мирное Я помню уже игра Где она сидела Прямо передо мной Эта ситуация в начале Вот И там так получилось Но правда в этой игре Я не играю с тобой Я играю 2-4-5 Во-первых 2-4-5 Откровенно Мне понравились просто просыпание Потом Почему я еще поречь Считаю красный 2 Вот игрок номер 2 Допустим Достал черную И у него есть желание Дать там Какой-то анализ Короче Поражений Наших Типа Ну как будто Постараться Показаться полезным Мне кажется Он будет более Обсчет То есть все игры Анализировать А если ты достал Красную карту То ты больше Ассоциируешь себя Типа с 7 играми Если ты сам проиграл красным Поэтому он не помиловал Ничего про прошлую игру В которой шериф не умер Типа И он ассоциировал С его проблемой Красного города Только со стрелами шерифа Потому что в прошлой игре Он был черный Типа И он там не испытал Никаких проблем С этим мирным Поэтому еще и по речи Мне казалось 2 игрок красный Вот 7 для мафии Плюс 100 Как он сейчас показал 3 100% красный Вот Когда 4 Таковало 3 Вот 1 показал Что 3 это мирное Просто показал Вот показал А тут что-то 3 100% Ха Посмеялся Короче Темене естественно Все Плюс Я на лифу Посмотрел за бородой Он там прячется Я увидел Время Игрок под номером 7 Господин Ясоу минута Увидел Японская 1-2 Игра 1-2-3 Для меня 2-3 Это 100% Мирный 1 больше Мирный 4-5 Подозрительный Потому что Так Но я пока что Голосую За В этом В Телеграм канале Левши За Архи Мне кажется Он офигенно сыграл 2-4 5 Красный 7 Черный После этого Сказал 5 красный Когда в 5 Была игра Мне кажется Архи круто сыграл 4 классно сыграл Только не понял Как он 3 так нашел Надо будет Интервью послушать У них не было Никаких аргументов По игроку Под номером 3 То есть Размышления 3 может быть Подозрительная Из-за того Что она Обратилась к 10 То есть Она с 10 Или она просто Мафия Без 10 Не думаю Что 3 Мафия Обратится к 10 Мирному А 3-10 Это 2 Мафии Тоже так Не думаю С чего бы Поэтому 4-5 Для меня Подозрительная 6 Я не буду Прощать 6 Играл меня Увидел что-то За бородой Как это так Я нажимаю на мышку Именно удерживаю И резко перемотка идет Прикольно Так А получится ли у нас На ускорении Слушать речи Все ребята Я с вами Навсегда Мы команда Вместе Мы нерушимые Мирные игроки Все 2 Реально Он очень поменялся В прошлой игре Он очень мирный игрок Поэтому Тихий Мы с тобой Будем вместе Голосовать Черных игроков Вместе с тобой Все Один С игрой Второй В мясорубке И вот эти Какие-то Странные вещи По 3 10 Что-то он Рассуждал Но он Очень много Математических Каких-то Таких Прям Линейных Аргументов Сухих Ну Безэмоциональных Что-то Приводил В всю игру Красный Я играю Против 2 4 5 7 Играю Против 2 4 5 7 Кстати Седьмой Сыграл В 4 5 В обоих То есть 4 5 7 Сложно То есть Только Двойка 4 5 Да А седьмой Говорит Второй Красный 2 4 5 Нет Ну да Странно 2 4 5 7 Одновременно Соберем Объясняю По всем 2 Я просто Подозреваю 4 Подозревают То что он Агрит 3 В прошлой игре Он играл Красным Сам играл 3 И сейчас Косит Под такого Красного Как он Сидел На 6 И Агрит Красный 3 Я показал Первый Черный После этого 5 Почему-то Не собрался 1 Для меня Первый Красным Дался Поэтому Играю 2 4 5 7 7 Читая Игроком Черным За команду 1 2 3 Это Куда Он Собрал То что Там 3 Поговорил 1 2 3 Собрал Правильно Конкретно Черный 4 А Архи Играет Мне кажется С двойкой Черных И все Черные После меня 2 Красных 2 4 5 7 Единственное Что Может Если Вдруг Пятый В этой Игре Красная Тогда 9 10 Есть Какой-то Игрок Черный Я играю Да Он Сыграл С Архи Который Сыграл 2 4 5 Лол Реально Архи Сыграл 2 Но Я Это Сказал Да Плохо Сыгралось Против 2 4 5 7 1 Это 100 Красный 3 Это Красная 6 Это По 1 7 Черный Сказал 100 Красный 2 8 Черный Сказал 100 Красный 1 3 Черная Сказала Я думаю 10 Красный Заочно 3 Черных Окрасняли Жестко Игроков Каких-то Еще раз 2 4 5 7 Кто Самый Черный 4 4 Самый Черный Так Надо Это Записать Ладно Я пока Мне кажется Он Хочет Показаться Таким Же Красным Как Он Был На 6 У вас Время Игрок Под Странное Желание Показаться Таким же Красным Когда Никто Красным Ну Кроме 8 И поэтому Наперед 9 Красный Что Мы В прошлой Игре За это Его Считали Черным 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 Ты думаешь Что он Мимикрирует Точно Так же Под Красного И я Должен После Красный Думать Что Он Красный Потому Что Поговорил Так же В предыдущей Игре У меня Нет Их Мысли Что Что он Просто Монотонно Говорит Для Красный 2 3 5 6 7 Самый Подозрительный 4 8 Должен Черный 8 Поговорил Нормально Эмоционально Мне кажется Эмоционально Он Красный И то Что он Сказал 10 Подозрительный Я думаю Должен быть По счету Не черный 1 4 7 Или 1 7 8 Как будто Это не Тоже 10 Должен Подозрительный 1 Мне тоже Черный Мне казался Вся Чернота Один Только Из-за того Что 6 Показал Один Не сильно Подозревал 10 Секунд Я бы там И 4 мог Теоретически Сыграл Потому что 1 2 3 Сыграл Я Один Не сильно Подозревал Но это Как будто Слишком Много Игроков Надо И говорить Что 7 8 10 Черное Больше Никого Нет Игра Под номером 10 Господин Писатель Минута Так Давайте Сыграем Такую Игру Сейчас Больше Глуп Хорошо Я проверю 7 Вот Будем пилить Не будем пилить Пилить Кого-нибудь Они Скажут У меня Острел Может Мы больше Не будем пилить Я говорю Все будут пиливать Кто-то 2 Выставил Короче Если что Пилим 1 2 Если что Пилим 1 2 Если что Пилим 1 2 Но я бы Вообще Не пилил Потому что Если там Будет Черный Может Что Я бы Я бы Не проверял Я не буду Откатывать Все Я сказал Сразу Если Откачу Я Скорее всего Черный Спасибо Спасибо И вам По Фолам Артик 1 Фол Архи 2 Фол Исаул 1 Фол Старый 3 Фол Молчите На следующий Круг Ест 1 Фол 1 2 В таком Порядке Пройдет Голосование 1 2 1 Кто за Чтобы стол Покинул Игрок Под номером 1 Стоп Спасибо Это 5 Голосов Спасибо И вам Игрок Под номером 2 30 секунд Тихий закат Спасибо У нас Переголосование Между игроками 1 2 В таком Порядке 1 2 1 Кто за То Чтобы стол Покинул Игрок Под номером 1 Спасибо Это 5 Голосов 2 Кто за 2 Спасибо Это 5 Голосов Кто за То Чтобы Оба Игрока Покинули Стол Спасибо Это 0 Голосов В городе Ночь Пока что Кажется Как будто Бесполезный Этот второй Просмотр Именно Неинтересный Для зрителей Скорее всего Я тут Для себя Какие-то Моменты Которые Я уловил И не уловил Подсматриваю Но вам Это неинтересно Наокуда Выходит Коварная Мафия Проходит Даной Игроками Под номером 6 Так А кто Кстат Кого Стрелял 2 Номер 3 Номер 4 Номер 5 Номер 6 Номер 7 Номер 8 Номер 9 Номер 10 Правда 6 Продолжение следует Мафия Удаляется Просыпается Столок Ищет Чурефа Просыпается Чуреф Ищет Мафию Утро Промах Игрок Под номером 2 Тики Заказ Минута Так Ладно У 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 базовый есть но он не прям вау то есть для меня это будет трудоемко вот и наверное вот вторую часть то есть вторую половину разбора то есть разбора игры уже с открытыми ролями как анализ своего восприятия из того как я сыграл бы игру с закрытыми ролями наверное имеет смысл делать на английском тогда это имеет определенный смысл для просмотра потому что это на английском языке и все в принципе это уже достаточно чтобы какой-то плюс был вот и для меня естественно это тоже будет плюс потому что я буду наблюдать какие-то моменты какие-то свои ошибки подмечать или какие-то плюсики какие-то моменты которые я не заметил вот да и тогда вот эта вторая часть разбора она будет на другом канале вот и тогда не будет скучного бесполезного контента как мне кажется на данный момент для зрителей тз на тот момент уже ему на ноль скрылся один поэтому он знает что есть шрифт альтернативный поэтому жестко пробивает 10 окей но мог ли он черным так делать мог но по красному я просто не очень понимал зачем он это делал типа можно было просто пасануть а теперь мотивация это запонятно 10 отсюда да я думаю 7 10 черные месяца я думаю черная команда 4 7 10 пока на данный момент 7 8 10 ну если 8 красный потому что только по 8 есть сомнения я проверку потому что скажу потому что 6 красный потому что у меня 6 красный а ты хотел проверить за то чтобы ушел 6 мне кажется 6 красный 4 почему подозреваю 4 соринизировал на тему того что типа он поговорил про солнце там вот это все чтобы 3 посчитал его красным это то за что красная 3 считала черного 1 предыдущий красным но сам 4 при этом 3 подозревают если 4 подозреваешь у 3 может быть черная он не должен терроризировать а тему того чтобы она типа посчитала красный он ее подозревает это первое поэтому подозрительные 4 8 мне интересно я у меня в зоне подозрений хотя я сказал что 1 красный почему-то он меня подозревает вот 10 сказал что он шериф он сказал что он шериф но он не откатит у вас я вам спрашиваю какая у вас проверка у вас время игрок по номерам 3 шарлотта ваша минута оставляю 4 смотрите тихий закат что игрок по номерам 1 да мы попилим неважно я 4 считаю черным смотрите я думаю что 2 красный я думаю что 10 красный есть есть такая понимание теперь ну тогда было непонятно крис объяснила видимо либо она видела вскрытие первого четвертым либо она поняла что первый шриф и прячется она это объясняла свою речь знаете какая-то там вот у меня ощущение что 10 не черный дальше почему промах ну вот простой вопрос почему промах вы подумайте если вы красный игрок а я считаю больше красный почему промах да возможно стреляли в десятого ну это же элементарно так по цветам смотри настя почему немножко подозреваю тебя блин интересно на кого на динамику кстати но если вашу я он шериф но у меня как-то говорю третий у вас три у меня игрок по номерам 3 шарлотта ваша минута оставляю 4 смотрите тихий закат что игрок по номерам 1 да мы попилим неважно я 4 считаю черным смотрите я думаю что 2 красный я думаю что 10 красный есть есть такая понимаете какая-то там потому что он проверен потому что он проверен и не шериф чтобы играть 2 2 версии шерифства вот у меня ощущение что 10 не черный дальше почему промах ну вот простой вопрос почему промах вы подумайте если вы красный игрок а я считаю больше красный почему промах да возможно стреляли в 10 ну это же элементарно так по цветам смотри настя почему немножко подозреваю тебя у тебя четвертого считаю черным ты называешь кстати аргумент почему 3 черное вот только сейчас пришел в голову если 3 вскрылась 10 вот то есть она знает что он потенциально ну что он отыгрывает шерифства что он скрывается только потому что она ему вскрылась у нее черная проверка 4 в десятке ну как шериф должен сделать по идее как мне кажется шериф скидывает бублик говорит я шериф есть какие-то контровскрытия но я не знаю здесь момент надо ли прятаться или нет я этого не знаю но можно вскрыться стоя шериф если никто не вскроется все запаковывают 4 на следующий круг или четверых если кто-то вскроется альтернативный не 4 в баланс можно снять 4 если вскроется с 4 например с какой-то красной проверкой то можно попилить вот это очень неоднозначная сейчас будет позиция я считаю что это нормально там в шамкенте никто не отреагировал положительно на моё мнение следующее что если например вот десятки после промаха ты шериф на 3 и вскрывается уже шериф 4 ну или ты красный и два шрифа вскрывается и нету никаких там черных проверок то можно попилить 3-4 и если кто-то сломает в кого-то из них то тот кто сломал черный тот кто вскрылся против себя черный и есть какой-то последний черный в стороне то есть уйдет один черный при восьмерых уйдет другой черный при шестерых и потом будет попил двоих вот почему это неплохо это лучше чем если пилить 2 красных в стороне фуу да почему потому что если будет и попил двух красных в стороне и черный например мы шериф на 3 черные 4 ломает в одного из красных, назначают отстрел на 3, то ты можешь проверить либо черного, либо красного. То есть уходит потом 4 при восьмерых. На следующий круг, если у тебя красная проверка, то можно уже заголосовать красного и дальше как-то не очень понятно. То есть есть шанс проверить черного, тогда это по сути то же самое, потому что есть черный 4, есть черная проверка и потом будет попил двоих. Если красная проверка, то уйдет 4, потом красная проверка, ну кого-то снимут непонятно кого, и можно уже проиграть 2 в 2 на тот момент, правильно? Если я ничего не путаю. Сейчас 10 сняли, 8 игроков сняли, 4, на следующий круг 6. Да, можно проиграть 2 в 2. А если пилим 3-4 и какой-то черный в стороне ломает 3, то тогда точно 2 черных есть, и тогда точно в угадай купли 4 мы приходим, где будет попил двоих, где самый подозрительный после завещания может просто выбрать с кем пилиться. Это выгоднее. Вот. Очень долго муторно объяснил, надеюсь понятно. 4. Ну это мое мнение, кто-то не согласен. Ну, я не считаю, я считаю, что это правильно. Красный, но повторяешь полностью его аргументы. Это 4 начинает закидывать, а как-то странно, говорит, 3 почему-то назвала 10 красным. Ты это повторила. Ты это повторила. Ты это повторила. Вот. Сейчас попием, что-то будет. У вас? У меня игра по номерам 4 300 минуты. Да ничего не будет. У меня проверенная мафия, вы вскрыли здесь, я так понимаю, да? Потому что 10 сдал от вас проверку. Какая проверка? У меня проверенная мафия. Да. И я видел, как 3 после промаха смотрел на 10, пытался ему что-то показать, поэтому уже дал наличие. 2 я уже скинул, то он, значит, 5-6. У меня оба красные. Он видел вскрытие ее мнение, потом ее проверил. Нет, не так было. Не так было. Это я после промаха увидел, что 10 смотрит на 3 и ждет какую-то проверку. А до этого мне казалось, проверять 10 понятно я не буду, он скрылся. Мне казалось 2, 5, 6, это все красные игроки. Вот я скрылся мной. Понятно. Тихий закат. Спасибо. Ну да, можно записать этот документ, думаю, нормально. 103 и так дало понять то, что оно вскрывается 4-проверительным черным. Либо если 4-й черный, оно дает ему понять, что он максимально подозрительный, он может вскрыться. То есть это нелогично. Надо как-то... Либо кому-то было вскрыться, чтобы этот человек потянул шрифство. Ну и попытался выманить вскрытие на стороне. Если 4-й ничего страшного, она даже не... даже не вскрылась, ее черное даже не нашли. Вот. Либо... Либо... Ну... Либо самой даже вскрыться и надеяться на то, что вскроется в какой-то черной стороне. Ну либо просто уходит 4 и подопил 4-х. Это профитнее, чем сделать то, что она сделала. Поэтому... Она подозрительная. Спасибо большое. Ну то, что один тебя всплылся. Вот смотри, я это пока поплавал. Вот. Мне кажется, один их... А ты не мог подождать, короче, нет? Ну никак. Недержание шрифское, да? 10 секунд. 10 секунд. Кстати, еще валик. Это, кстати, на мафии с левшей было. Можно попробовать пилить пятерых, но с черной проверкой, наверное, это не очень круто. Наверное, это лучше с красной проверкой делать, а с черной наверное, это лучше не делать. Почему проверил три? Да один шриф, а я проверенный красный у него. Один скрылся два, а два только что это спалил. Вот. Вставляю три. Три. Принято. Игрок по номерам пять. Крис в вашем ноте. Да, я видела вскрытие один, и когда он начал показывать, типа, что 10 точно красный, я подумала, что он прячется, но версию три я могу рассмотреть. Так что я буду слушать три. Три, понятное дело, сейчас не уходит. Поставляю семь. Это семь. Аривидерчи, мой друг. Речь семь. Все. Один, два, три он совсем сыграл. Все. Выбирай своего шерифа. Он сказал два, три, сто процентов красный, первого не подозревается. Речь идет про номер семь. Когда 10 вскрылся, я думала, это план семь, восемь и десять. Я прям думала, что семь, десять это вместе черный. Десять вскрылся, седьмой такой, ой, сейчас я буду кричать, проверка в меня. Он делал это супер искусственно, супер неестественно. Выставляю семь. С шестым будешь бодаться, что я сказал, я красный. И показал сейчас, уходит игрок номер семь. Твоя война с шесть, а не с игроком номер пять. Вот. И плюс, если мафия игроки один и четыре, то ты должен рассматривать то, что есть вскрытие от игроков один и четыре, которые видели игроки два и пять. Скорее всего, игроки два и пять красные, потому что им приходится вскрывать до этого. Вот. Это для тебя, что, скорее всего, два не мафия, потому что он вскрывает. Я видела тоже вскрытие, что... Игрок под номером шесть. Арки у вас два фала минута. Так, ну какая-то странная дежуха. Вы прям до речи десять просто в нуле. Вот только проснулись и решили кому-то вскрыться. А почему, не знаю, не подождать речи какого-то игрока, посчитать свой мирный, потом вскрыться ему. Даже того же десять. Ну да, имеет смысл такой аргумент. Но некоторые шерифы вскрываются вообще без разницы когда. Вот. Самое безопасное – это просто перед ночью вскрыться одному какому-то игроку. Манга пропагандирует то, что надо вскрыться какому-то одному игроку. Мне кажется, лучше не умирать ночью. Поэтому можно прямо перед ночью одному вскрыться. Это просто, чтобы был задел то, что ты уже вскрываешься. Но минус такого – то, что игрок не успеет тебе какую-то проверку показать, чтобы ты ее пошел проверил, например. Вот. Но зато меньше шансов, что ты умрешь, если ты что-то не ускрылся. Не, я просто пытаюсь понять. Потому что от 1 парка 4 нормальная. Ну, то есть я подозрел на 4, допустим, потом уже со временем. И то, что он провел на 4, я могу объяснить эту проверку. Вот. Парки 4, 3 я объяснить не мог. Вот. Поэтому надо было объяснение. Да я уже понял. Да я уже знаю. Так. Так. Ну и что, я думаю, ты мафия. Вот. Почему-то там 10 попросил ничего не говорить, нужно было. Ты, во-первых, повернулся ко мне, сказал почему-то пока. Непонятно почему. Когда люди после меня меня мирным назвали. Один показал мне мирный. И потом тебя попросить проверку. И типа, как будто ты мне поэтому показал пока. При фаером. Еще до того, как вообще сказал десятым. Кстати, проверка 7 реально норм была. 7 проверены черные. От этого 5-6 больше красный. Восьмой не факт, что красный от проверки 7. Это я сказал в ноль. То есть проверка 7 была огонь по факту. Проверить 7 и почему-то нужно было какую-то цифру еще употребить. Ну да. Почему-то. У вас время. Есть соул 2 фола в вашем ноте. Не знаю, какая нота. Столя 5. 5-7 вокруг голосуем. Нет, это 5. 5 сейчас сказала, что она думала, что мафия 7, 8 и 10. Это значит, я мафия с 10. 10 решил вскрыться с шерифом. Я решил откатить от шерифа, чтобы я у шерифа был проверенный черный и есть скрытые 10. И с нами третий. Это 8, который попросил проверку 7. Игрок по номерам 7, у вас третий фолл. Ой, я сейчас наконец-то запер до аргумента. То, что 10 уже... Не, ну... Нет, нет. Но это же не работает. Почему, например, не шериф 7... Ну, то есть, почему они не могут разыграть так, что шериф 7 скрылся 10, 10 его прикрывал, и 7 показывает проверка 7, чтобы типа прятаться еще больше, потому что он уже вскрылся 10. Они же могут так разыграть. Поэтому, наверное, это не очень сильный аргумент. Именно это. То, что типа он откатил от шерифства. И тогда 8, что показывает проверка на 7, если 7 скроется, то это ок. Поэтому, наверное, это не сильный аргумент. Мы 7, 8, 10, три черных игрока. А 10 это со мной маф, когда в городе промах. Ну, черные, наверное, в 10 стреляли. Так это речь в 5 была, Батин. Если ты красный, очнись. Это в 5 речь была. Так, по факту промах, наоборот, из-за того, что динамика была дана в 10, и промах из-за того, что маф стрелял как раз не в 10. Вот. То, что в 10 стреляли. Не уверен над силой, что этот аргумент сильный. Вот до сих пор у меня нет мнения по этому поводу. Типа 10 скрылся шерифом, и кто-то стрелял в 10. Но не факт, не факт. Видите, сейчас же так не произошло. Поэтому, на самом деле, это не очень сильный аргумент. Но потом 10-го многие окрасняли, потом позиционно красный получался. Вот. А и вот когда уже было понятно, что черная 3, когда она уже ушла и сдалась, сказал отстрел 1. Вот тогда уже очень маловероятно, что 3-10 вместе. Вот тогда уже маловероятно, что 3-10 вместе черной, потому что это 3-й черный. Я это уже объяснял. 3-й черный скрылся своему черному. Он сказал, типа, он сказал, что я шериф, никто ничего не показывает. Потом специально промах. Ну, то есть это прям жесткий замут. Убилиссимо похожие замуты были на, я не помню, какой-то турнир в Украине был, то ли ПЛМ, где она была аддоном на 2, флэш был черным на 10, если не ошибаюсь. И с ними был еще из Израиля игрок. Вот с хвостиком. Там был прикольный замут. Флэш типа вскрылся второй. И флэш отыгрывает шерифство. И вторая ломает на ноль. После этого назначают отстрел в 10. После этого промах. Уходят 2 всеми руками. И дальше, по идее, должны играть версию 10. Прикольный замут. Чуть-чуть похоже на если бы 3D сейчас вместе марфы были. А, сейчас. 5. Кто 5, Артик? Кто 5? Черная. Шерифом 1 считаешь? За 5 голосуешь, Вадим. Понял? Выставляю 5, 5, 7. Никто не поняли? По шерифам. 5, 7. 5, 7. Вокруг 5, 7. Пас. Спасибо. Я напоминаю, у вас 3 фала. Вы умолчите на следующий круг. Старая у вас 3 фала. Кандидатура пас. Пас. Игрок по номерам 9. Естадей у вас 1 фол. Минута. Да. Но я 5 черных не считаю. Вот. Все. Готов провериться. За 5. И даже с шерифа считаю больше 1. То есть, ну, предполагать. Ну, да, Настя, его претензия есть. Он красный нормальный. 7, 8, 10. Ну, промаха не будет. Ну, там же вскрылся только 10. И 7 просил на себя проверку. Даже если он динамику дает. 7 и 10. То есть, 7 дает динамику. Стрелять надо явно не в себя. Но он понимает, куда стрелять. Поэтому 7, 8, 10 нету. Ну, походу, это реально не сильный аргумент. Просто промах по динамике и 7, 8, 10. Ну, по идее, могут быть. Мне кажется, могут быть. То есть, я, например, именно этого аргумента, я не считаю, что этот аргумент прям 100% все, не контрится. Они не вместе. 10 не вместе черные. Хотя, подождите. Так это, а чем это отличается от того, что 3, 10 вместе черные? Наверное, ничем. Я только что, по ходу, глупость очень долгое время говорил. Типа, 3, 10 не вместе черные, а 7, 10 вместе черные. Ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. И 10 красный должен быть. Кто-то стрелял в 10. Я в 3 голоса выставляю 3. Поддержано. Ну, то есть, я не рассматриваю. 4 вскрылся, он объяснил, что это мне вскрылся 1. Зачем это все делалось? У него 4 черные. Ну, зачем 1 черный вскрылся своему черному? 4, я не понимаю. И 10 показал красный. Он бы показал, 10 уходит, которого не убили, если вот он черный на 1. Он показал 10 красный. После этого я показал, ну, уходит 1, если у него 10 красный. Вот. Ну, я понимаю, если он шериф, и кто-то стрелял 10, поэтому 10 красный. Я могу? У вас время. Писатель 2 фола минута. Так, смотрите. Если мы вдруг при промахе в десятке заберем шерифа... Вы шерифа не сберете. Удона на 3 сейчас заберете. У вас, послушай, это будет очень странно. Фолы не тратил. Сейчас потрачу, чтобы он забрать. Чего? Я почему-то тогда забыл то, что она вскрылась с его черной проверкой. Очень плохо. Ну, я ожидал, что так будет. Там еще не дерьмит. Что есть, по-моему, из всего? Пилим 5. Пилим 5-7. Я свою функцию в этой игре выполнил. Черные промазали. Я не знаю, почему она мне вскрылась. Потом я спрашиваю, когда не надо, что делать. Потом показывать кого-то черного, тебя. Выставляю 5, выставляю 7. Пилим 5-7. Не будет сломов. Все нормально. Все нормально. Просто пусть мы снимаем четвертого игрока, а на первого стреляет. Это плохо будет. Мы эту игру проиграем. Вот. Поэтому пили 5-7. Черные промазали. Разносторонние проверки. Все в этой игре будет хорошо. Спокойствие. Вроде бы седьмой не черный, по-моему, в этой игре. Мне это кажется. Вот. Смотри, а почему, допустим, была потенциальная первая кристилия? Потому что я подумал, что выиграю красную. Мне это показалось, да? Вот. Вы именно в четвертого сыграли. А почему четвертого не понравилось? Потому что в четвертого была пятая красная. Почему пятая красная, я тогда не понял. Для меня была пятая не красная, поэтому потенциально у меня будет четвертый черный. 5-7. Спасибо. Игрок под номером 1. Артика 1. Полминута. Все мои действия объясняют достаточно. Просто помнишь, Вадим, когда я проснулся, ты начал осматривать тут по бокам, я тебе сказал, послушай меня, я тебе в этой игре буду полезен. Больше, чем эти игроки. Подскалочка. Нормально залетела? Подскалочка. Топ. Дальше, смотри. После речи игрока номер тебя и на речи где-то игрока номер 7, когда вы все показали, что 2 это игра красная, я вскрыл себе руку номер 2. Вот. Ну, это просто, чтобы вы знали. Почему я тебе не стучал 4 проверенных раз? У нас в городе промах, и если я начну тебя стучать, на нас будут смотреть. Ну, прикинь, вот в городе промах, а я сижу на утро, тебе что-то стучу, просыпаюсь. Это либо меня спалят, что это шрифт, либо они скажут, что мы с тобой вместе черный, что-то отсюда сидели. Выставляют. Ой, выставляют 3, у нас 9 писался. Ага. 9 писался. И словом ты писаешься? Писать, у вас 2 фола поставили 5. Слушай, я голосую в 3. Ага. Вот. Нет, мы не пилим 5. 7 и 3 голосуем, потом мы пилим 4. Ты встанешь со своим 7. Я проверю 8, Артем тебя пойду. Я голосую в 3. Все. Черный 1, 4, 9. Ребята, не повторяем ошибок прошлой игры, когда старый писался. Было 7, 8, 10. Правильно? Проиграли игру, не сняли. А тут мы 1, 4, 9. Писали, писали, сняли 3. Спасибо. По фолам. Кристо, Есаул. Старый у вас по 3 фола. Будьте аккуратны. Естеды. Писатель. Архипут 2 фола. Крис Артик по 1. На голосование выставлены игроки. 10, 4, 3, 7, 5. В таком порядке. 10, 4, 3, 7, 5. 10. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером 10? Стоп. Спасибо. 0 голосов. 4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером 4? Стоп. Спасибо. Это 2 голоса. 3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером 3? Спасибо. Это 8 голосов. У нас все проголосовали. Игрок под номером 3. Так, теперь сдача здесь. Выперли меня всем городом, я вскрылась. Но у нас почему-то промах непонятно, я не знаю, кто там промахнулся. Вроде бы была динамика на шесть. Давал наш Исаул промах после того, как писатель сказал, что он точно шериф. Я не знаю, неужели они в десятого этого стреляли. Ну и, как я уже сказала на интервью, да, уже какой-то темп потерян, уже сложно. Я сижу на третьем боксе, я фактически открываю, мне еще, надо сказать, какую-то динамику, быстро сориентироваться. И тут на беду шериф проверил этого четвертого. Короче, они не поверили мою шерифу второй раз, естественно. Там определился ест, реабилитировался за прошлую игру и меня пинками. Всем городом запинали. Скорее всего, будет, как и сказал Артик, будет, наверное, сухарь. Еще одно будет очень сложно. Вряд ли выиграют. Потому что если он проверит восемь, восемь проверены черный, меня выперли, седьмой не доедет. Собственно, вот и все. Ваши пришли на минуту. Да, все, восемь это проверены черный. Все, что, да, черный? Все или что? Кто? Семь черный. Ну, смотри, Вадим, семь идет, вот потом он и оставит, кто встает. Кто пять? Ребята, что вы мне спрашиваете, кто? Восемь черный уйдет. Вы пять-семь, тут будете триста тысяч кругов сидеть, разбираться. Что тебе, Вадим? Да, шесть это красный. Точно красный игрок. Моя ошибка, что я завещание прослушал. Первый скелла шесть точно красный, я там мимо шею пропустил. Важно не пропускать, но важно завещание все очень внимательно слушать. Я про два рассказываю. Смотри, вот я вскрылся человеку в ноль. У нас промах. Ничего не сделал, сдал он меня в стол. Все, что ты сделал в этой игре, больше тебе скажешь. Я черный, я пасую, и ты умираешься автоматом, все-таки презентацией. А, какой я вскрылся четыре? Все, короче. Ладно, восемь проверены черный. Смотрите, я не знаю, я не... Вадим, а может быть пять-семь, если красный? Могут быть? Я думаю, могут. У меня два, они красные. Чего он в два в ноль сыграл? Чего восемь сыграл? Я тебя спрашиваю. Слышь, Вадим, в нуле аргумент. Почему восемь сыграл в два, когда все два красные назвали? Зачем? Ладно, может быть и два красные, типа, это не точно. Если вы снимаете восемь, ребят, у вас тысяча пятьсот четыре проверены красные. У вас кого-то там проверили... Сухарюк. Сухарюк. Сказал? Вот, остался только дончик. Ну, я считаю, что вторая игра там была такая, типа, скорее донская, чем черная. Эта игра достала шерифа на первом номере, вот. У меня была одна классная речь, но она была, мне кажется, очень красная. Я побоялся говорить все за шерифа, вот, потому что, скорее всего, меня посчитали бы красным и убили бы. Да, есть такой интерактив говорил, что обычно шерифы стараются не говорить очень красные речи, потому что это речь под отстрел. И они не хотят прям очень сильно красниться, чтобы их прям точно не стрянули. Это еще один из индикаторов, как можно искать шерифов или не шерифов. Типа, игрок, если окрасняется просто как тварь на ноль своей речью, то, скорее всего, не шериф. Решил там что-нибудь ночью подумать, просто поговорить, какие-то мысли свои сказать, вот. Ну, вроде как для вас укладывается репоха, два черных ушло по очереди. Вот, последний черный, я там не думаю, что он какой-то суперзабазный какой-то. Скорее, он какой-то на поверхности, потому что много красных там нашлись, так сказать, надеются. То есть мне сейчас откажут, что черный писатель. Лея, мы будем у тебя встретиться пустой, пожалела. Какого не собираю, ничего, вспомнил. Да, блин, он вначале показывал, называй, на шестого. ...на свои баллы. Так, я сейчас думаю, что может быть черный один, четыре, десять. Десять только что в своей речи сказал, восемь – это черный, а два десять – это не два черных игрока. Черный переиграется. Доволен, счастливый был. Проснулся еще в такой команде, мы на тренировочных в такой команде два раза просыпались. Одну выиграли, одну проиграли, а сейчас вообще как будто бы без шансов. Я не знаю, вот Шарлотта, походу, промазала. Если бы стреляли десять, мне казалось, могли выиграть. Шарлотта бы вскрылась. Десять сказал бы, что, допустим, вам третий – точно шериф. И я бы играл в то, что один-четыре – это два черных игрока, скорее всего. А так уже после того, что произошло, в десять играть не будут. Один по аргументам – точно шериф. У меня нет вариантов тестов. Парная мафия проходит над игроками, уходит номерами. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер семь, номер восемь, номер девять, номер десять. Просыпается... Тон и ищет шерифа. Да, мне кажется, очень важное действие было девятого, когда он вписался, чтобы снять три уже на круг по десятерых. И шестой хорошо собирал, и пятой. Орал, пуст на него посмотрел и значит... Здравствуйте! В смысле? А в чем мне делать? Стоять! А передайте, мол, доля показывал прекрасные вещи. С каждым чего? С каждым чего? С каждым чего? С каждым чего? Это твоя девочка шерифская. Шериф, на северный. Единственный трех, это шериф, по-моему, он со всеми черными. О, скрылся, наверное, красный. Ну со всеми черными вперед. Это за тебя такое. Я думала, ты не можешь скрыть масло. Я... Ага, шерсть, я... Я уже что, я уже... Я уже, что, я уже внутри в начале. А на северный, я двамык... Я думаю, нет... Я уже... Я уже... Я уже... Я... Я... Да, я хотел еще... Наверное, отдельный видос записать по поводу того, как люди ругаются после поражений. Вот. И что в этом не очень много смысла, как по мне. Вот. Но при Красной Победе что-то никто не ругается. Поэтому нет материала. Глины нету. Чтобы лепить из нее. Ну что, ребят, ну что рассказывать? Вы и сами все видели. Мы этих черных просто вот так вот разбомбили. Мне остался шериф в ноль. После промаха он, видимо, не посчитал, что уже полиция про... Дали какую-то проверку. Забрали дома на девять человек. Дали проверку в черного. И я даже не сомневался в третьем черном. Шарлотты. Такого мы раньше не наблюдали. Чтобы она прям скрылась кому-то в ныле. Ну и, короче, получилась смута. Черные промазали. Вроде бы игра была очень простой. Вскрылись там шерифы. Мы начали думать, что куда, туда и сюда. И просто получилось, что мы всех черных сняли по очереди. Потому что игра была, в принципе, простой. Из-за того, что черные в нуле плохо поговорили. И плюс Дон дал плохую вторую версию. И шериф при этом спрятался. Сделал нормальную проверку. И просто так сложилось, что Красный Город весь разобрался. И вместе выиграли игру. Единственное, что... 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 Хотелось бы отметить. Что... Ничего не буду отметить. Ладно, я передумала. Не буду ничего отметить. Все. Спасибо. Кстати, седьмой реально маяковал, походу, третий от стрел десять. Походу, это правда было. Мне сказалось, что прям сили не буду на это... Черные были черными. Ну... Их просто заголосовали, да и все. Потому что ИСУ тут пробовал сделать. Вообще никак на игру не повлиял. То есть, понятно было. Мне казалось, что все равно он черный. Через него там только что-то... Если ты потел... Думал, что ИСУ красный. И типа, что делать дальше будет потом? Так просто не играя. Единственное, что в этой игре, короче, для меня может быть негативным. Это вот просто... Посмотрим, когда дальше будут игры. Но часто бывает такое, что люди после этого очень сильно верят в себя. И начинают более резко цвета раздавать. И в последующих играх, короче, из-за этого могут быть какие-то конфликты. Потому что люди очень сильно, короче, в себя поверили. Им кажется, что все. Ну невозможно, короче, игры проигрывать, когда ты мирную карту достаешь. И это может негативно заэффектить. Так, или это по этой игре? Ну, простая игра черная, не предложили ничего интересного. Как будто шалота, типа, там, скрылась красному в нуле. Это могло быть прикольно. Но потом получилось так, что, ну, короче... Никаких дивидендов она из этого действия, которую уже была красить, не получила. Поэтому простенькая игра. Мне кажется... Я не знаю. Может, они, конечно, были уверены, что третья черная. Но мне кажется, без вписания девятого в версию 1.4.9, я бы не проголосовал лично, например, в 3. Я бы проголосовал в 5. На следующий круг играл бы в версию первого. Вот. Ну, его бы, скорее всего, отстрелили. Мне кажется... Ну, лично для меня. Мне кажется, либо ребята лукавят, либо они реально разобрались с третьей точно черной. Но я этого не видел. Здесь дальше, когда я буду мирно, будут такие же, а они как в предыдущем. Игра получилась с сухой победой. Вот, вроде, после промаха я вписался в версию. Но потом я думал насчет того, что... Ну, почему я не хотел снимать 7. Потому что 7 – это тот, кто 100% уйдет. А дальше 2.6. То есть для меня есть 7 красных, 2.6 и черные. Это те, кто будут голосовать в меня. То есть на следующий круг. И дальше непонятно, кто черный 2.6. Поэтому я просил уже Кристоса снять 2. Потому что потом я сниму 6. Ну, либо мы снимем 7. А дальше у Гадаки мне просто надо будет только, допустим, снимем 6. Если 6 – это последний черный. Была игра на магистрите 2016 года, где господин Абрам досидел. Был самый черный. Именно по логике, по счету. Там кто-то поставил руку за подъем, кто-то не поставил. Какой-то такой аргумент. И все красные нашлись. И он самый черный Абрам. Абрам на 10 сидел, ТЗ был на 9. 22 на 3, на 5 лево, на 7 циц. В итоге в пятерке РФ-8 шериф проверил 9. Стрелился. И забрали. И там начали ругаться заранее. Лео закинул на ЦИЦа. ЦИЦ в ответку сатаковал Лео. И получилось так, что ушел в пятерке ЦИЦ. И он говорит, все, 10-й красный. И в итоге в угадайке ушел вообще 22. Вот. Поэтому это к тому, что если есть самый черный, надо его снять. Потому что потом, может, красные разругаться могут. И мне кажется, вот сейчас госпейн Йестедэй именно такой плавный хотел предложить красным. Не снять самого черного 7. И зарубиться в 2.6.9. Какой делаем вывод? Вывод то, что надо снимать самого черного. Надо снимать. Не надо ждать. И заранее ругаться. Надо потом уже думать. Наверное. Вот. Не сильно думал. Ну, это, понятно, не всегда. Наверное. В мафии 100% нет случаев. Но зачастую это правильнее. Я думал, что 7 это последняя мафия, которая промок сделала. Вот. Возможно, он хотел продать версию, что 1.4 вместе черной. Но он же показывал, что один шериф. Поэтому у меня не было такой мысли. Вот. Поэтому сыграл так, как есть. Вот. Немножко баллы потерял. Ну, фиг с ним. Хотя бы выиграть. Так. Ну, вот уже первая красная победа. У меня пока турнир очень нравится. Такие все. Такие очень разные, необычные игры. Получилось, что в этой игре я по нулю не сильно разобрался. Восьмой у меня был опорным красным цветом черный игрок. Вот. Ну, у меня по нулю вскрылся потенциальный либо шериф и бадон. Я его как бы пытался прикрывать. Созвучил, что шериф. Но черные промазали. Я думаю, это было очень полезно для мирного города. А когда было голосование после промаха, не подумайте, что я подумал, что там третий шейф такой одинаковый. Динамику. Хотя динамика была более-менее эмоциональная, более-менее позитивная. Думаю, что черные буду хорошо разговаривать. Вот. Пока турнир нравится. Все замечательно. Ждем следующих игр. Значит, не знаю, не пошло что-то. Промах, все меня нашли. Мне кажется... Такой, короче, неприятный момент был на договорке, что как только я просыпался, у меня хрустнул палец. Костяшка так чуть-чуть. Он, кажется, шейф меня слышал. Вот. И он сразу начал играть в меня. Его нашли красным. Из-за этого все очень плохо пошло. Еще почему-то черные промахнулись динамику. Хотя динамика была очень простая. Даже под фол взял. Да, тоже еще дискоммуникация получилась с доном. У нас было такое, что кто больше черных вскрывает, с шерифом. Скорее всего, вскрылся шерифом я. И у меня вообще не было предположения, что этот риф вскрылся игроку под номером десять. То есть я понимал, что десять обычно мирным, без какой-либо информации, не будет говорить, что он шериф. Вот. Не предполагал, что этот наш дон вскрылся игроку под номером десять. Это на договорке говорено не было. Ни в коем случае не обвиняю. Кого-то из членов команды сам виноват. То есть плохо поговорил. Возможно, наш митерный не выиграл игру. Спасибо. Так, у нас третья игра. Наконец-то мы добрались до красной победы. Вот. Опять же, господин Артик оформил. Что-что такое. Ему на первом слоте пока что фартит и везет. Так. Начнем с проигрышей команды. Господа Шарлотта. Дон этой игры получает у нас крайне низкую оценку. Ну, в целом, плюс-минус, это в соло руина игры. Она же промахнулась по динамике. Она ушла и именно сдалась. То есть, по сути, одна версия. У шерифа проверка. Это почти невозможно проиграть с учетом того, что там есть. И так. Да, наверное, это очень долго было. Вот. Надо будет что-то менять по формату. Вот. Ну, все. Дал и буду. Или дали буду. Как правильно. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Вот. Я накосячить успел. Сказал, не понимаю, почему четыре играет в три. Хотя четвертый проверенный черный три. Почему-то это из головы вылетело. Бывают затупы такие. Вот. В целом, прикольно. Прикольно. Мне понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok